я все отправил отлично итак кто помнит на чем остановились вчера на прошлой неделе мы на том что мы немножко подрались с гладиатором мы почти купили пирогу это главное мы взяли выбить денег из гладиатора по имени табан он очень здоровый дрался за трех но мы его победили он благоразумно решил не доводить дело до очень плохого исхода он сдался и отдал нам деньги и вот выручена денег нам как раз хватит для того чтобы купить себе лодку на шесть человек учитывая что нас нашим проводником как раз шестеро это просто идеально но я бы предпочел нам немножко подработать еще чутка собрать денег и еще людей нанять и возможно поехать двумя лодками то есть еще человек 6 нанять и просто взять чтобы у нас была расширенная экспедиция потому что кто знает какая гадость может находиться в джунглях и нам очень могут понадобиться носильщики может нам тогда не нанимать а найти попутчиков на тоже вариант кстати найти это это будет дешевле особенно если они сами купят снаряжение и сами поплывут просто соберется более большая группа из двух отрядов которые как бы независимо туда плывут может быть нам как раз что-то попробовать заработать прямо в джунглях или вон тут какие-то старые шахты и посмотреть но старые со старыми шахтами немножко вряд ли но мы сейчас можем наша основная цель это сейчас собрать немного денег и ресурсов на экспедицию комар а следовательно надо будет поговорить с муж шариба может он знает людей которые в котором нужна помощь в этом городе и если он таковых знает может быть мы можем им помочь в момент получим деньги и ресурсы на путешествие я допускаю что этот гном может быть против большая экспедиция которая гарантированно освободит наш город освободит город гномов чё как-то четко звали он может быть против потому что мы долго собираемся и туда еще неизвестно целый день собираемся ребята чтобы понимали большие экспедиции не собираются за ним большие экспедиции не собирают на первому хватит кормить не печеньем если что самое если муж шарипы мужа либо спросит регарна потому что к сожалению муж шарип больше ни с кем не разговаривает по-человечески а то муж шарип собственно вам вам кивнет говорит что мол самое действительно я самое провел в городе ища помощь уже не далеко не один день и то что я могу подождать еще немного когда вы выправите свои дела потому что иначе я иначе вы просто не сдюжить не сдюжить и сам этих огненных тритонов вот я ему и говорю мур шарип смотри нам наверняка возможным не сможем справиться за одну ходку но нам понадобится несколько отправим можем отправиться в джунгли на разведку и если что соберем больше ресурсов для нашего похода про хамар как твоя мысль на этот счет чтобы мы собрали хороший отряд и потом все вместе дружно бум бум и уничтожили этих тварей твоя мудрость делает честь твоему роду брат регарн я уверен что вы полностью на вас положиться в этом смысле хорошо тогда я прошу прощения что мы не сможем сразу тебе помочь в этом деле но я хочу быть готовым чтобы мы гарантированно освободили всякой мерзости это город же это шахты ну да то есть мы гарантированно освободим шахту всякой мерзости нее звали синдра сильван это госпожа синдра сильван она она человек или эльф она человек насколько вы знаете а окей уже я чуть не помню она была вроде то ли человеком то ли эльфом я помню что она в маске ходит наверное потому что вот это проклятие выглядит не очень делает ее выглядеть не очень хорошо я подвез немножко карт итак господа надеюсь таверне нет двух танцующих гномов на столе это цивилизованная таверна это в этой в громоящерице там-то ну ладно в любом случае если вы у нас все еще на этом том же дне да только к этому моменту вы осознаете насколько тяжел климат чулта поскольку к вечеру вы понимаете что ложится в цивилизованную постель вам будет уже не с руки без теплой бани потому что от жары абсолютно вы все особенно люди в тяжелой броне к сожалению как как миогрин полностью промокли от пота и пахнут очень очень неприятно к счастью ящерица я сказал миогрин ты таком случае ящерица ты к сожалению перегреваешься и падаешь в обморок ничего не поделать без потовых желез хуёло я шучу на самом деле вот но в любом случае простого упоминания об этом вам будет достаточно что вас вам указали места самых общественных бань которые абсолютно бесплатны в этом городе это хорошо начинают ходить ну точнее как бесплатные они технически они блин я теперь заикается начинаю опять они под началом храма сунья то есть технически это это самая церковная собственность и от вас ожидается маленькое подношение но кажется это абсолютно на добровольных началах и как говорится сколько не жалко то есть по сути говоря все кто заходит оставляют по по паре медиаков по серебряному примерно так и и абсолютно демократично самая социально социально образуется соответственно это сам я расшарил ссылку на этот на публичные бани они прямо под фортом на самом севере ну в общем я пойду а вы смотрите а то на самом деле чешуя жарковато соответственно у входа рубани стоит самая большая такая раковина в которую люди пока проходят и кидают туда монетки и самые монетки со звоном укатываются и потихонечку стекают в эту в дырку внутри ну туда сколько ни жалко 8 медиков я туда скинул ну я серебряную скину да и естественно там вас привычают тоже эти самые сидят такие бравые эрудитки которые предлагают свои услуги в качестве квалифицированных массажеров за невысокую цену всего лишь да ни к чему не на курорте чай всего лишь до в 14 серебряных боюсь это не для меня сейчас слишком придется поэкономить все что накопано непосильным трудом и все уже потрачены а вот эти фэнтези гранды даже показывают кто просматривает ссылки так вот и и соответственно на вечер вы выходите абсолютно освежившимися и надеюсь с чистой сменой белья кто может себе позволить да конечно и в таком случае если больше никто не имеет заявок на день мы сделаем долгий отдых я сам сейчас долгий отдых я сделаю вам автоматически так что вы все отхилитесь главное чтобы у меня спелы восстановились окей и вы все сделали долгий отдых и у вас восстановились спелы ваши хит дайсы и спел слоты и прочие вещи и главных тихий пойнтер вот что баня животворящая делает и в этом доме отдыха Каи вас как и обещали вас абсолютно никто не побеспокоил там постели были мягкими и чистыми и вас ожидает даже накрытый завтрак в счет самого счет снятой комнаты как ну тогда так окей так календарь что мы в результате решили мы ищем какие то возможности или мы все таки попробуем сделать короткую вылазку в джунгли мы сегодня найдем какую нибудь работу связанную с вылазкой в джунгли ну можно совместить эту работу я вам доверяю лично я алгаре акахонир и туман а вот йогурн пошли в порт купим лодку и пошли примерно когда вы собираетесь мы уже утерли бороды от завтрака допили эль и собрались выходить в дом Каи спокойного отдыха закатывается уже знакомая вам рожа а чисто выбритого гладиатора который осматривая это самозаведение указывает на вас пальцем и говорит ага это вот они о привет хорошо дерешься а а так и он абсолютно не сбываясь с приложения говорит о точно спасибо я тебя тоже не забыл и он махает кому-то снаружи говорит заходи я нашел их и в таверну заходит самая молодая девушка в рясе в клирической рясе с с этим с деревянным посеребряным холи символом на груди а чей холи символ это самый ты у нас андо ты у нас много знаешь это этот самый холи символ савраса бога волшебников а окей собственно говоря здрасьте юные леди так ага брошу прощения эрагарн кланяется здравствуйте эрагарн ундрюк к вашим услугам да и соответственно тут самые табанды говоришь ну да вот вот эти парни которых я тебе говорил они они пьются своей они уже себя показали я уверен они тебе помогут и он подталкивает ее прямо к вам давай не стесняйся давай какой у нее рост а у табана да у табана не то чтобы совсем высокий но он широкий не 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 табана а вот эта девка это это даже написал ну ладно это потому что у нее этот самый не потому что она не в этом не в комбо трекере а все нормально мы не идем вот теперь она у меня больше ее рост интересует она среднего роста она пониже табана и вдвое уже вот это кстати меня дел а да кстати дел я наверное случайно тыкну на тебя на видимость окей вот и собственно она так оглядывая оглядывается на на табана смотрит на нас и говорит приветствую вас господин регарн я опять оглядывается на табана говорит я инет прислужница в храме савроса она переминается с ноги на ногу и говорит что мне мне нужна помощь да регарн так берет трость и пододвигает вот вот этот вот как бы здесь показать то стул стульчик чтобы ей было удобнее сесть и сам садиться с другой стороны и так присаживайтесь госпожа инет я вам так неподалеку пожалуйста расскажите что вам нужно и как мы можем вам помочь это она нервно сжимает чётки в руках так говорит что уже на протяжении нескольких дней мне во сне случаются странные видения самых самых странных недобрых волшебников самых в красных в красных рубах которые рыщут где-то в бассейне алтаре стражи и дедушка за тембе не хотят отпускать меня одну туда проведать и они не дают мне сопровождение чтобы самой туда сходить так что мне приходится только полагаться на добрых людей вроде вас там я вот самый вот табан он вчера вечером зашёл к нам на лечение и он сказал что он повстречал людей крепких которые вполне могут выдержать путешествия по джунглям Чулта и я хотел попросить вас сопроводить меня в бассейне на юге удостовериться есть ли причина для беспокойства или это просто кошмарные собственно роган так думает бассейн алдари бассейн алдари по моему на той карте которую нам предоставила госпожа сильван не указывалась где он находится он соответственно оборачивается и говорит эй мушариф а ну он соответственно оборачивается и скажи пожалуйста друг ты знаешь где находится бассейн алдари и сам мушариф так так хвыркать говорит что ну конечно конечно самый дорогой соплеменник самый бассейн алдари это прямо по если ты потерялся открывайся давай ага он говорит что вот река салшинсар как раз впадает прямиком в бассейн алдари это самое такое огромное болото которое простирается на много километров дальше на юг хорошо что я сделал зарисовку этой карты regar развертывает копию карты не основную там по сути своей нарисован только в общем порт нянзару и относительно грубая зарисовка где находится реки тирики и сошин стар то есть если мы будем двигаться вдоль этой реки мы рано или поздно река вас вас туда выведет благодарю благодарю я конечно не прошу тебя участвовать в этом в этой отправке я думаю что мы сперва поможем данной особи добраться и раз заодно разведаем обстановку если все будет хорошо мы вернемся возможно даже вернемся более готовыми к действиям если такова ваша воля у меня нет с этим проблем главное чтобы помогу вам дойти куда угодно пока вы поможете мне освободить наши шахты безусловно и и над тем временем так если ты захочешь к нам присоединиться мы всегда будем благодарны но я тебе не заставляю это кому сейчас это я маршарим и над тем временем так говоришь она не понимает корицы дважды из кого то что она так только смотрит между вас говорить мы если что я я не буду вам обузой я смогу сама обеспечить на себе все блин еду и и припасы и разумеется вы получите хорошую дотацию из пожертвования церкви и 100 золотых вас строить 100 золотых любовь я думаю да рогарм так обдумывает госпожей на нам может потребоваться лодка и зависимости от ситуации возможно даже не одна если вы знаете кого-нибудь кто был бы готов продать нам лодку дешевле чем ее обычную стоимость я не думаю про торговля лодками с она курируется торговыми баронами и если они сказали цену то самой ниже никто продавать не будет иначе она иначе корицы она делает жест в горло так понятно ну что в таком случае я предлагаю взять лодку возможно даже не одну но на этом нам потребуется средства у нас есть около 50 золотых она так скакивает со стула говорится что пожалуйста сходите в храм Савраса я могу немедленно собрать свои вещи и там же самая рада вам вашу долю самого пожертвований ну что ж туман туман акахонир мы сходим храм с госпожей на после чего возьмем одну или две лодки в зависимости от того кто с нами еще отправится и отправимся в путь по реке сошин стар времени у нас будет не так-то много учитывая ситуацию храм савраса он опять на другом конце города и и что характерно самый табан увязался за вами пока вы когда вы идете с ними где находится храм вот а блин это самый игнорирует этот энкантер который там написан внизу но на любом случае это храм савраса это большое здание в центре такой импровизированной площади с белой крышей вымощенной с этим с голубой и черной черепицей таким образом что она создает узор такого гигантского глаза устремленного ввысь когда вы туда заходите то инет немедленно извиняется и ускакивает куда-то вглубь келий вот и вам остается выставить наедине наедине с таким со сценой пожилого такого человека так у нас есть его картинка похоже у нас нет его картинки ну неважно это очень пожилого чултанца одетого в такие там расписные абсолютно пестрые робы клерика савраса который спорить с тремя модного вида личностями одетыми в темную кожаную броню у них на поясе пристегнуты ножны с несколькими кинжалами и вообще они зыркают по сторонам так как говорится и не проявляют в себе большой благонадежности они говорят что этому пожилому человеку так потрясаю у него прямо перед ним таким рубином размером прямо вот с глаз с глаз быка ну то есть подумай за тембер мы предлагаем тебе хорошую сделку просто скажи нам где Арктус Цимбер и все это будет твоим ты же понимаешь мы здесь не зла желаем мы просто хотим найти человека чтобы ничего дурного не случилось пожалуй чултанец так говоришь сокрушительно покачивая головой я сказал вам один раз я скажу вам еще раз не для вас мои правительские таланты были даны мне оставьте меня я сделаю коинсайт и проверю насколько они говорят неправду не очень ну то есть как знать они повернуты к тебе спиной так что как знать там есть стекла окна да можно в них смотреть можно а зачем вложение там это очень красивые окна более того они самые выложенные как их там блин как те самые называются не габелинные а стеклянные которые витражи витражи да но все равно реберну не нравится тон которым они говорят так поэтому он так он подходит и так я живо прошу прощения господа приношу свои извинения если я вам помешал так явно давая понять господину но пожалуй мачинтанцу почему он подошел самый священник самый видом явной благодарности говоришь ну смотрит на регарна и опять сурово поворачивается к этим к мутным типам говоришь мол этот разговор закончен а теперь сам оставьте меня с прихожанами мне пора принять исповедь он так кивает на регарна и там после чего эти самые эти мутные типы так смотрят смотрят на тебя смотрят на остальных так говоришь мол наше дело продолжится темпе я уверен в следующий раз мы найдем кого-нибудь другого кто возьмет у нас этот рубин и в конце они так уходят абсолютно не проявляя к вам никакого уважения смотри вот так эх самый и священник так устал опускается на скамью так говоришь эх 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 не умеет вести самые дела я даже несмотря на то что они говорят что они самые хотят только найти человека я чувствую что они не самые не не имеют к нему никаких добрых намерений эх спасибо вам молодой человек молодой дворф молодой дворф я не очень даже молодой по меркам дворфа на самом деле по виду верда скрывает возраст да вам молодой человек и кто тут так ладно я вам господин ну ладно он так говорит ээээ не беспокойтесь господин я не против ээээ хотя вы сильно занижаете мой возраст но ой 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 ну так смс смотрит тоже так на вас на табана и ой ой я смотрю инет все таки нашла себе экспедицию похоже на то можете рассказать поподробнее ситуацию эх он так вздыхает тоже покачивает головой Служители нашего храма славятся своими правительскими способностями. Как вы видели, эти смажинтари уже пытались подкупить меня, чтобы использовать их ради своих недобрых дел. Эти способности просыпаются сейчас в инет с разочарованным тоном, но у нее нет большого контроля над ними, так что они беспокоят ее каждую ночь. Ей видятся странные люди, но эти странные люди видятся ей далеко в бассейне-алдаре, так что на самом деле ей не стоило бы об этом беспокоиться, но она юна и она пышет жизнью, так что она не успокоится пока, видимо, не проверит все самостоятельно. Молодость, молодость. Ничего не поделаешь. Мы обещаю вам, что мы попытаемся сделать все возможное, чтобы ее путешествие осталось как можно менее напрягающим для нее уже, как можно более спокойным. Я искренне на это надеюсь. А вы, господин? Прихожане называют меня дедушкой Зетендер. Протягивает вам руку. Ему руку, регарно. Он так, он протягивает, он, соответственно, не пожимает руку и так, говорит, конечно, господи, дедушка Зетендер. Я тоже так ухмыляется слегка. Кто такой этот Артур Зетендер, о котором они говорили? Нет, карты храма нет, к сожалению. Эмр, ты сама говори слухом, голосом просто. Что там уж и если там что-то пошло, то в этом фэнтези-гранде тоже чат. Он так и говорит, что мол. Ну, самое, слухами земля полнится, конечно. Я, человек, нас, самое, лично-то не встречал, но, самое, я слышал, что он, самый, бывший архист. Что-то, и в последнее время, что-то его люди ищут, самое, слишком, довольно интенсивное. Самое, что, вот, что же на Тариме, эти, и, самое, агенты, самое, альянса лордов тоже им интересовались. Там, почему я, к сожалению, не имею понятия. Как вы полагаете, ему может угрожать опасность? Ну, если кому-то, если кого-то ищут так, так пристально, то, самое, вполне вероятно. Не говоря уже о том, что если человек путешествует в Чул, в Джундук Чулта, то, самое опасность, как и все, идется уже, говорю, вкупе с самим приключением. Но, с другой стороны, если этот человек, самое, может выжить снаружи города, то, я уверен, он сможет за себя постоять. Я надеюсь на это. Вообще, есть еще один момент. Вы сказали, что вы провидец, да? Я, как говорится, я очень скромен, но я не делаю из этого секрета. Он так ухмыляется, довольно морщинистым лицом. Но, кристо, если вы хотите воспользоваться моими талантами, вам придется сделать подношение с Аврасу. И он уже кивает на чашу подношения у входа. Наш бог, конечно, не вакин, но он сам предлагает нам откровение за уважение. Да, я не буду вас требовать. Вот, я, возможно, как жаль, что у нас все деньги на данный момент идут исключительно в дело. Да, да и предлагать часть денег, которые все равно инет может взять с пожертвования, тоже было бы невежливо. Поэтому я лишь хотел бы сказать, зачем, сейчас бы информацию, а вы уже можете обдумать и принять свое решение. Дело в том, что мы пытаемся найти причину проклятья, которое накрыло, в общем-то, весь мир. И мы были наняты именно для этой цели и перемещены сюда. Любая ваша помощь могла бы помочь в этом деле. Ну, я, конечно, слышал об таком проклятии, но... Как я уже говорил, слухами земля полнится. Мне что-то не верится, что вы найдете этот самый источник этого проклятия в наших землях. Он так кивает, он сам покачивает головой, вздыхая. И, сам, примерно на этом моменте, говорится, и из кельи выбегает инет. И говорит, а, дедушка Затембе, вы уже познакомились с моими сопровождающими. Так, и сама подбегает, сама чмокает его щечку и сама потряхивает довольно увесистым этим самым таким кошельком. Вот, и, примерно, вот, сама вот будет ваш самый гонорар на будущее путешествие. Благодарю, эти деньги отправятся. Собственно говоря, Реггарн просматривает, сколько там сейчас денег. Там примерно пополам 50 золотых монетами и еще примерно 50 золотых в самоцветах. Так, хорошо, это пойдет на покупку непосредственно снаряжения и лодки для нашего путешествия. Тогда у нас останется... Ну, и он так... Сейчас, одну секунду, я просто внесу это в влог. Так, тогда я, значит, докидываю нам... Я докидываю в инвентарь 100, да? Итого у нас 152. И я из этих 152 вычитаю 27 монет. Итого у нас стоит 125. Значит, он, собственно говоря, кладет это в другой мешочек. Ну, то есть он мешочек аккуратно связывает, подвешивает его у себя на пояс. И затем берет другой мешочек. Из него он подходит, собственно говоря, к алтарю и делает небольшое подношение в размере 27 золотых. Дедушка Зетембе, я надеюсь, что этого будет достаточно, чтобы понадеяться на помощь Савроса в этом вопросе. Да, он кивает и говорит, что ему, ну что ж, я, наконец-то, проконсультируюсь у духов и узнаем, что они нам откроют. Буду вам премного благодарен. Вам стоит вернуться завтра в это же время. Не знаю, мы можем отправиться в путешествие сегодня, а вернемся, когда сможем. Ваш ответ будет вас ждать. Благодарю вас. Собственно говоря, после этого Регорн выходит с храма, ну, покидает храм, он откланивается и предлагает, ну, собственно, указывает своей тростью Иннет на выход. Госпожа Иннет, предлагаю проследовать. Одну секунду. Видимо, статисты идут следом. Участвуйте, ребята. Да ты так хорошо справляешься, я перебивать не хочу. А что нам говорить-то? Мы так сопровождающие. Мой рейнджер в Кубахаре не отличается. Так, я вернулся. Что остальные? Как у них дела? Какие есть мысли? Каханир мысленно ворчит, что вообще деньги, эта штука такая бесполезная. Договорились со сопровождением. Я не против. Хорошо, тогда я добавлю Иннету вам в партию. Все равно речь пришла о том, чтобы куда-то сделать короткую выручку. Чему бы ни с ней. Ты как раз удачный к месту. До встречи, приключения! Время приключений. Собственно говоря, когда мы выходим из храма... Рейгарн так говорит. Господа, дамы, я предлагаю нам перед отправкой собраться и обсудить план для нашего путешествия. Табанцы временем тоже так подходит и говорит... Ну что, Казымай, значит, в бассейн-алдаре, а? В бассейн-алдаре. Отлично. Там я еще не был. За ней минимум, альтернатив? Он как ненавязчиво решил с нами пойти. Ну ладно, сойдет. Берется он хорошо, так что лишним не будет. Есть одна проблема. Ром мы в одну... Что? Извините. Всемиром мы в одну лодку не влюбились. Поэтому... Берем две лодки. Две лодки взять. У нас сейчас хватит на это денег. Ну да. Если что, обратно больше заприведем. А груз это важно. Груз, денежки. Деньги это такое. Сейчас... Если честно... Госпожа Иннет, признаюсь честно, мне даже немного неприятно брать деньги. Но они действительно пойдут в дело. У нас есть где-то 25 запасных золотых. Так что, в случае чего, если кому-то нужно снаряжение или пищевые рационы, я предлагаю нам скупиться немедленно. После чего мы отправляемся в порт, берем две лодки и отправляемся в сторону реки Сошин Стар. Кстати, когда вы сейчас выходите напротив, из храма Сабраса, то как раз напротив стоит вилла этого Вакангио там, у которого остановилась ваша нанимательница. Предлагаю зайти и сообщить госпоже Сильван, что мы отправляемся в путь. Возражения? Комментарии? А смысл ей в принципе рассказывать, потому что мы отправляемся в путь. Не альтернатив? Вальдарин? Ну что ж, тогда отправляемся. Я надеюсь, госпожа Сильван сможет продержаться еще достаточно долгое время. Окей. Итак. 21 часа. Вот так вот. Все очень хорошо. Ну что ж, мы отправляемся в порт, покупаем там пару лодок. Окей. У вас особо проблем с этим быть не должно. Каноэ это, ну, вместо лодок в чулте. В основном, они все идут в одну цену, потому что монополия... Они монолитные или как-то складываются? Они не складываются. Складная лодка, это колдунский предмет. Долбленки или плетенки? Плетенки. Ну, если они плетенки, если что, их при нужде пара человек может перенесить. Да, угленки были бы тяжелее. В крайнем случае, разживем с инструментами плотника, и будем делать еще. Итого у нас 7 человек выходит. Ну, или уже маршарит путешествует отправиться с нами. Ну, если вы попросите, он пойдет с вами. Ну, как бы, Регорн дал ему понять, что он, конечно, будет им благодарен за помощь и путешествовать с нами, но он никого к чему не принужает. Поэтому сейчас это только на его мнении. Ну, что ж, в таком случае он может вполне пойти с вами. Хорошо. Итого у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. По четыре в каждую лодку. Не считая груза. Да, как раз распределим. Добавлю тогда мушарибы тоже в пар... А, нет, мушариб уже в партии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь человек. Ну, что, люди в одну лодку, все остальные в другую. Рассист. Рассист, рассист! Сегрегатор. Ну, сказали же, восемь человек. И тут я понял, что человека четыре. Так, и кое-что проверить еще надо. Полное дело! Так. Порт Нинзару. Полагаем, мы отправляемся... Это карта этого... Уже не Порт Нинзару. Да, сейчас. Собственно, мы отправляемся вдоль берега... Вот этого залива... В сторону... Реки Сошин Стар. Я так полагаю, что это вот... Ну, то есть, вот отсюда, вот где-то мы выплываем отсюда. И под конец дня где-то здесь вот и сделаем небольшой... Этот... Берег привал. Хорошо. Эти самые... Канои за день могут проходить до двух хексов. Так что вы можете, по-моему, даже остановиться прямо совсем в устье. Ну, вот мы где-то в устье реки Сошин Стар и остановимся. Это 20 миль мы проплыли. Так что... В принципе... Да, да, да. Собственно говоря, как только... Мы видим... Я думаю, что мы можем увидеть, где находятся устье реки, да? Да. Ну, если плыть все время вдоль берега... Ну, в некотором роде. На этом этапе я пока не буду просить у вас кидать survival, но вот со следующего хода мы начнем уже кидать survival на ориентирование. И это... Так. Ну, вообще-то... Да, вам надо будет определить... Самое... Будете ли вы, кажется, двигаться быстрее, кажется, погоняться или обычным путем? Обычной скоростью? Я думаю, первый день мы можем двигаться обычной скоростью. Есть возражения, комментарии? Да нету. Ну, вообще-то на любой реке, что касается ориентирования, есть два направления. По течению и против течения. Понимаешь как? Оверлайн Чулт. В Чулте, к сожалению, реки далеко не самые прямые. Так что... То, что вы идете по течению, абсолютно не гарантирует то, что вы не заблудитесь. Дело в том, что мы можем... Понимаешь, здесь на карте нарисованы всего две реки. Сошн Стар и Тирики. Но дело в том, что так как это джунгли, то здесь могут быть и большие... Ну, вот и прочие фигня, ну да. То есть мы можем думать, что мы идем вот сюда, да, вот куда-то вот сюда, да. А мы на самом деле можем оказаться где-то здесь. Или вот здесь. И вплывем к какому-нибудь притоку. Ну, ладно. Сорян, я не хотел переносить. Все нормально. Но это не страшно. Вот если я случайно перенесу, а там окажется какой-нибудь квестовый город, да, это будет очень странно. Это нормально. Все так делают? Все так делают, все так говорят. Так, сейчас кое-что надо сделать. А, нет, это даже не здесь. У меня есть специальная для этого. Вот. Ну что ж, так и есть. Итак, вы, значит, у нас делаете привал, да, на берегу? Ну, на ночь лагерь, да. Пытаемся кого-нибудь поймать. Давайте вперед. Можете кинуть этот самый survival. Сурвайвл. Не очень. А где его кидать? Скиллс. Ну, вкладка скиллс на твоем чарнике. Выбираешь survival скилл и перетаскиваешь его на. Оп. Каханир. Да, Каханир. Самый. Так, нас находит. 1D6 плюс, это самая, твою мудрость. А, то есть, теперь я нашел вам репеллент. Нет, ты нашел еды. Или если ты искал репеллент, то ты нашел репеллент. А что нам нужнее? Это уже как вам хотите. У вас репеллент есть. Я думаю, еда будет полезнее. Еда, вода, потому что... А я могу Nature кинуть на репеллент. Наверное. Нет, самый сбор этих самых травок и всяких в дикой природе, это все-таки это самый, foraging, то есть, survival. Окей. Nature, это как раз-таки определить, запомнить, самый рецептик, и потом сварганить его. Ладно, у нас сколько мы пайков получили? 1D6 плюс тот самый... Модификатор твоей мудрости. Сейчас. Сейчас. О! Да. Итого, получается, мы можем даже не тратить наши рационы сегодня. Да, то есть, свежая еда, я так понимаю, свежая вода тоже. Пожалуйста, расставьте себя на карте, как вы отдыхаете. А как это сделать? Да, хороший вопрос. Хорошо, я вас притащу сюда сейчас тогда сам. Потому что я, если честно, понятия не имею, как это делать. А что, это тоже с нами, что ли, табан топчется? Ну, он за нами увязался, если ты не заметил. Он эту девушку сопровождает своей... Собственно говоря, Регарн так сидит и готовит сейчас еду на костерке. Там, я не знаю, какую-то жареную птичку, которую поймал Акахонир. И периодически тыкает носом, тыкает своим этим тросточкой тумана, чтобы тот не совал свой нос, потому что пахнет оно, наверное, очень вкусно. Ребят, ребят, я только что сейчас понял. Если друид ценит жизнь, то вы сейчас жрете веганскую. Кого? Веганскую. Не думаю, это только если я кахонирую, настолько ценит жизнь. Это он же друид. Друид друиду рознь, как бы, эфир пехищники, все нормально. Ну, я не думаю, что друиды вегетарианцы, все-таки. Он вполне мог найти и взять еды какой-нибудь, ну, то есть там каких-нибудь животных. Это другой момент, что он, скорее всего, это все делал очень аккуратно. И если он там убил какую-то зверушку, то он это сделал максимально быстро, чтобы не причинять ей лишних страданий. Вот в таком плане, да? Друиды, да они скорее гринписаться, чем веганы. Давайте тогда обойдемся рыбой. Рыбу не так жалко. Думаю, тумана тоже нужна подталкивать пока рыба жарится на костре. Нет, туман скорее пораньше ложится поспать, чтобы, так сказать, ночью подгдыкать по лагерю, ну, то есть ночную вахту нести. Дыгдыкать по лагерю. Кошачий ночной, это гадым. Хорошо, что ежа нет. Или это все веет? Что? Что веет? А, то, что цветовая гамма немножко поменялась. Это самый цветовая гамма этого привала. Нет, и у меня никаких изменений. Наверное, на это остальное, на это прилетело. В общем, это мой следователь, допустим, какой-то шуров, и пошел проверять, если это выйдет сюда. Это не совсем там, это на самом севере. Но в итоге, значит... Ну, в общем, дай я в начале персепшн еще дополнительно. И я уже кинул за вас за всю партию персепшн. Так что и ты, и туман победили. Ну, собственно, Регард будет спать у себя в палатке. То есть, если что, он спит именно в палатке, а не снаружи. Маленькая карта получилась, к сожалению. Северная карта, ну-то, что у нас? Внимание? Блять, что это? Блять. Блять. Это засада! Пожалуйста, кидайте инициативу. Хотя, подождите, а зачем мне кидать инициативу? Я сам кину за вас инициативу. Бордыр, на выезде. Итак, Алгарь, ты можешь не подходить к ним вплотную, потому что они... Ты заметил их еще на небольшом отдалении, но, самый, когда ты пошел проведать, ты заметил, что прямо на вас надвигается... Самое... Примерно шесть... Берю, шесть человек, которые... Это шпатель. Нельзя его! Тревога! Я полагаю, что Мьогр... Это когда случилось? Просто успел ли... Это до того, как Мьогр надел свою тяжелую броню, или после? В смысле, вы... Это до того, как вы легли спать еще, так что вы еще не разделись. Ну ладно. И, соответственно, когда... Как только партия... Охотничья партия Юанти замечает, что, как говорится, их заметили, они моментально встрепенулись и приготовились к бою. Расшипя на своем... Что-то на своем языке. Скорее всего, от того, что, сам... Наспалили... Чит, ладно. Расшипя на одну руку, меч в другую, короткий. И ждем остальных. А, ну и нет, да. Я кинул за вас, а нет. Так, а что-то я... А, надо открыть комбо-трекер. Все в миру. Так, что... Так, Мьогр открой комбо-трекер. Так, открыл. Короче, выход. То есть, это, на самом деле, это партия не обязательно выражена сексуально одетой женщиной в шелковых бюстьерах, но, как говорится, это... Че достал, то и влепил, да, на эти... На токены. Это, короче-то, дефолтные токены. Так. Короче, это такие... Юда-змей. Да, это ее. Ну, я уже загуглил, я посмотрел, что это разные. Наги, короче. Не, наги, это немножко другое. Они не наги. Еще и наги есть. Они одетые. Они не наги. Юантия-то совсем другое. Ну, Люда-змей же, да? Да. Угу. Вот, примерно так. Это вы теперь, короче, те, что нашел, тыкнул. Так, во-первых, надо подойти на дистанцию атаки. Угу. А, во-вторых, напавник, как атаку кинуть? Так, я думал, а, вспомнил. А, ну, это танк. Так, это заходим. Просто слышь, подходи в одну, и это еще спотой не подойдет, что вор наш не кинуть нормальный дать. А зачем мне? Слушай, вот, когда я навожу на токен, он мне поле в 10 футов это ображает. Затем, что ты там, и кроме того, ступить на расстоянии, тебе еще остальных прикрывать. если что, а кого прикрывать-то, они все еще в лагере далеко. так, знаете, что... Твой ход, ты можешь с 10 футов. Да, давайте-ка я сделаю эту самую сетку поменьше и тем самым... чтобы было места побольше. так, примерно так. да, так лучше. Ты самая... покажи, на которую ты тянешь. А, давай, которая ко мне самая ближайшая. Окей. Здесь есть вообще возможность как-то спиндануть куда. К сожалению, я еще не нашел такой возможности. Надеюсь, это все будет поправлено в этой фэнтези-граундах на юнити версии. Да, случится это, когда... Когда рак на грязь виснет. Пора заняться генетикой и вывести с пятящего рака. Так, и, к сожалению, самого девяти не хватает, чтобы пробить их армор-класс. Ход тумана. Они вот прям пробили, но настроены враждебно и им так на переговоры не согласятся, да? Скорее всего, нет. Говорит, что нам проблемы не нужны, но он, так сказать, все-таки достает лук и там вот готовится стрелять, ну, так сказать, ну, как-то заготавливает, ну, то, что... Ну, то, что если вот кто-то не ответит, а именно двинется, то вот сразу стреляет после этого. Хорошо. Так, так, следующий ход алгарь. Мить в одну руку, чьи, другую, подбегаю и... так, бить, бить этот экшен. Попал, не попал? Ты перетаскиваешь эти самые Дайсоны на него. ты попал? 14 ты попал. Так что, можешь урон кинуть сразу. Итого, значит, ты порезал этого чувака, он так от тебя отшатывается, закрывая короткий порез, так и шипеть на тебя с раздвоенным языком. Или сайт-сайт-теп. Я на него шиплю в ответ. Мне шипеть. Да. Кажется, это бойкая добыча попалась. И сейчас его ход. Да, и если самый туман делал рэди-экшен, то сейчас, как раз, будет его ход, потому что UNT совершенно не проявляет мирных намерений. Он собирается сейчас атаковать алгарь. блин. Так, почему-то вот, и, соответственно, так смотрит на алгарь, смотрит на себя и одним движением выхватывает скемитар и пытается полоснуть алгарь прямо по корпусу. Прямо куда достанет. Да, и, похоже, один раз это ему не прошло, поэтому он попытается сделать это еще раз. У них еще две атаки. Жуть какая. И наотмашь похоже, его достает. У них очень блядь. Хахахахахах шипит U&T. У finished или там у них по два клинка. У них мультиатака. Жуть. как они любят на первых уровнях делать мульти атаки а это потому что это random encounter и random encounter явно не первого уровня сука 2 попытается нам достанет свой один лук и пытается застрелить мьё верно так не реакцию кидать похоже их сама рана ты как его стрелы сразу начинает на нарывать неестественным образом причиняя невероятную боль миогур ну короче отмеля отправлены что-ли был да она носит 2d6 по поезда урона слушая тут нет никакого такого навыка игнорировать боли или это у берсерков немножко не то это просто да у тебя это называется второе дыхание самый 2 у нас будет расстояние на это делать 30 футов он попытается нам подойти примерно поближе к этом к туману так и я говорю если ты еще в сознании ты так понимаю это будет сейчас возможность пробить ему портунет поле пола мастером да кстати кроме того не забывай что есть вторая атака этой палкой именно древком на 1 до 4 урона она тоже на радиус или она уж на 5 по моему на радиус потому что это особенность оружия но я так понимаю 5 пяткой глифы да но это бонусом если что как и random encounter он является для нас дедли все нормально но с другой стороны у нас есть раз два три npc которые по идее должны также с нами сражаться вместе что несколько упрощает encounter и делает его хардовым я думаю логично было бы положить все одно из лодок и не так ладно мне чуть надо сейчас прокидывать у тебя есть атака партии ты самый он вошел в свою речь карте говорит и можешь его атаковать за реакцию это вот этот который возле двор фада так хочу на порту кинуть потому что я допустим вот атаку пятка я не прописал себе я думаю я тебе прописал ее ребят если что-то эти монстры будут стоить тысячу двести экспы считая их снаряжение монстр каждый год не вместе она не зима так как и вообще ну так а вот древко глифы да так так мне надо выделить его токен да нет просто проживающихся перетащить на его токен и на его непосредственно токен кидаешь этот грех и членок ребят по моему 1 до 4 он 1 до 4 плюс 3 надо было приюмить им 1 до 10 а или получается он уже куда идти и марин если она такая то ты тогда полный урон глифы то есть до 10 по моему так я вас товарищи не рядом также берет урон и дать и штатить а почему это 10 должно быть какой урон у глифы есть лифы основной урон 1 до 10 плюс 3 ну почему то не не до 10 плюс 3 а у кого древка глифы 1 до 4 и зачем бил три ягод рывком бил а нафига нафига ты мог ему нанести полный урон это аппарат о чем не заливаете насчет древка это 2 это ты бонусным действием можешь сделать нас выход на то что ты можешь ударить вначале от приема не забываю об этом карнасы может он перекинуть урон сейчас на полноценный хорошо так давайте просто это основным лезвием кино урон дать и нему 10 вот этот 1 до 10 плюс 3 урона ты можно пишешь просто перекинуть о вот хорошо вот ты попал это так а теперь урон так а я чё-то на его токен кинул не знаю чем вот это вот один так вот так 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 объясните пожалуйста тут эти рэндом энкаунтеры калятся пауру рандом энкаунтеры это пауру рандом энкаунтера не сказали нет хреново плохая система еще какое-то оружие было прописано а здесь нет разве ну у тебя были там топорики вроде тебя должно быть все прописано в твоем чарнике вот именно топорики у меня были у меня сейчас чарник у меня открыт только топориков почему-то нет в нем неважно там самое потому что твои эти самые не тормозите пожалуйста ребята вы сейчас вот этим вот спорами тормозите весь процесс пожалуйста это нужно решать вне боя подобные вопросы так этот самый четвертый он отойдет от этого из речи мьёберна напомните мне он может провести вторую порту или нет у него помню только одна реакция реакция только одна так что и но у нас грей пивой а нет он него подошел дает попытается заломать алгари в конец и и он не попадает я думаю он сам и постарается тебя не убить в этот раз это будет его ход так а секунду я же самый самый в третий у анти же он только подходил и пока его говорили то он ничего не сделал собственно он попытается посмотреть в глаза тумана и скажет почему бы тебе не опустить сам этот лук так и это самое но туман четко провалил был сейф против содержимого ну лук он опустил будет бить чем у него другим оружием как приказали такие это ну да это просто значит да действительно почему почему бы не опустить лук такая вещь без бесполезная же тоже промахнулся один раз по моему куда из него бросает вот так и другой пятый юанти он шагнет внутри рича мёбурно и попытается свое прибить он критически промахивается отлично по себе что ли попал нет настолько последний юанти попытается застрелить опять тумана и своими чудовищными ядовитыми стрелами и он промахивается дистанция удвоенная да и больше 30 футов 5 10 15 20 25 и в йогурна в общем пока йогурн там уклоняется от атак вот этого вот юанти такой берет и и он берет и сейчас так секундочку кюр вунс не понял а вот на миогрнах на 5 хит-поинтов его подлечил окей его при ему прилетело восстановление и хорошо а не на это и на собственно калит соврался она оба же это самый рабовладельцы юанти пищит и нет и она пытается отступить куда-то за как они раз начать нос но пить но сначала она у нам к станет вот на юанти 3 который это как атаковал тумана и посредине свой контрип что не за контракта так и этот самый ну поскольку она калит она может кастовать sacred flame от вилл так а sacred flame у нас он если да если прокинул шейф то никакого урона то значит этот юанти просто самый быть уклоняется от этого снаряда святой силы который падаешь на него с неба самое самое только шипит и и нет сама так нет не так и сама отбегает чуток за каханера и давайте победите искали у меня вопрос но пламя молнии которые я могу пыхнуть это три клетки перед собой нет у тебя 30 футов это 6 лет нет я имею ввиду что зона поражения 5 футов 5-футовая линия в ширине до 6 лет до значит что сейчас где тут есть эти самые темплейта значит что я могу сделать я могу шукнуть вот сюда гастаной бонусным действием хилку и за действие дать ровно 6 клеток по вертикали не задевая алгари да да надо вперед то есть это самый ты самый перетащил самые дц-шник сейва из атаки прямо на всех подряд на 3 у анти и и самый и урон на них это тебе бонусный бонусный бисеют так и поехали раздел каста или сейф сначала сейф потом 3 1 прокинул и также урон по ним последнем они уехали половина это тебе уже сам учел что второй последний окей это хорошо такой подошел кашлянул и и выдал так следующий ход мушариба он он говорит что-то на дворфийском но самое что он говорит на дворфийском свежее дыхание как ничи дыхнул то не чистый и попытается самой своей 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 именной дубиной его его дубина называется скал баш так что он попытается забашить череп и он те который стал у него за спиной почти и он попадает по нему пол скидыш так окей ну потом следующий ход стал табана он выдвигается и и стента установлена так и смотрим чё за нахер блять твари здесь поспать на хрен не дают и он попытается добить этого юнти это гладиатор сейчас те твари первого челленджа поймут что такое драться с существом 5 челленджа ну да но поскольку он так ли он прожден я забыл он же может сделать по мульти атаку даже если он походил мульти атака а у него до 3 атак по моему а он тогда может добежать чтобы оказаться между двух противников и ударить по двум не хватает 30 футов и теперь он может да и он подошел и крыса второго так щитом хлобысь я сказал сейф секунду херня случилось ну потом сейф тогда кто сейф вот самый юнти от колбаш этого щита ну ладно это не а вот вот это вот этот дц он еще и упал миогран тебе сейчас будет как нет подожди я не того не на того перекинул этот бессознание поэтому на файл это тоже сделал авто файл на чем лежит до миогран ты знаешь что делать потому что вот этот вот юнти сейчас перед тобой лежит это знаешь что значит я преимущество на атаку да так что ты делаешь нажимаешь на кнопку а 2 перед тем как сделать бросок атаки я даже не верю может может быть он автоматически даже посчитает эту антагу тебе а ну теперь расскажи где так топка внизу слева там слева от набора кубов так нажал красненькая она так все теперь ты будешь кидать с этим с преимуществом и и ты кидаешь 2 атаки до начальность 3 дом 5 совет подойди так подойди куда-нибудь наверх чтобы ну как бы чтобы быть рядом с алгоритм я подойду куда-то вот так чтобы в десяти футах от хотя бы двух из них и я кастану здесь не очень и так лучше с другой стороны подойти чуть-чуть левее левее потому что я сейчас хочу подойти и жахнуть арстремером сюда да да ой блин табану придется не очень сладко либо табану либо алгоритм ладно ну и я скажу тогда табану типа мол держись сейчас будет не очень хорошо сейчас посмотрим ситуации то есть лук уже на земле да 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 скажем так у тебя бывает что у алгоритм опять что вряд ли он и ход переживет тогда так понимаю зиму поднимает лук туман наклоняется за луком и вот который у который рядом с как-то стреляет в того который рядом с алгари но который отмирно подальше первого ну да кто сверху так ты не перетащил на него что я нанесу алгоритм совет тебе сделать дизенгейдж и отойти потому что ты сейчас в очень невыгодном положении объявляешь дизенгейдж и просто отодвигаешься и они тебя не опорту но ты так что это свое действие шесть клеток ну да на самом деле я все таки наверное остаю потому что надеюсь что они не добьют сразу натузь но вот по крайней мере я ходить и планирую от остальных но это было твое решение ну или ладно уговорили хорошо 5 6 окей просто сейчас кто-то из них начнет двигаться и сразу может выхватить аппарту от йогрена так и даже первый вот ну да и вот этот первый так 10 футов да чтобы он такое сделал хорошее очень очень плохое и злое чтобы прямо так думаю он отступит из его речи но выходя из речи он может получить аппарту правда он этого не знает если он только не сделает гейнж он почему-то находится под впечатлением что если он сделает пятифутовый шаг то он не получит аппарту он может быть очень неправ он очень неправ потому что в пятерке нет пятифутового шага какой ужас ну что ж покажите ему всю глубину его неправа мне кажется он как друид путешествует во времени я понимаю есть портале давайте да йогурт пропиши ему пожалуйста так глеб и глеб и да это номер один йонти так ты их нумеровал что ли да они автоматически нумеруются когда они бюро блок да я ему так мне адвантчик нет уже нет нет оно подходит это нормальное состояние его ну что ж ты попал ему стало даже довольно больно эй 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 все только одна порта ну ладно ладно не засчитывает гли все равно он не попал вторая часть все равно промазала и он это самый йонти самая так поворачивается к мегурну когда его цапну цапнуло его глефа достает лук и демонстративно облизывает от самый наконечник стрелы ну-ка и вот ты пробудешь нашей хорошей добычей и он стреляет в мегурна аааааа он не стреляет в мегурна да второй йонти дает ему подзатыльник говорит что мол совсем обленился на оружие смотри как надо и он тоже попытается застрелить мегурне они облизывают свое оружие поэтому она и не стреляет эти они без сознания они валяются они умирают уже кончился да кто это без сознания вот это еще в сознании и поэтому он зашипит на мегурна и скажем так выдует на него какую-то гадость из своих пор и ты победил его этот самый poison spray poison spray ты еще, наверное, вдохнул так совсем с полной груди смотри ментус, свежее дыхание да не, это больше на назальное не проехать но ему такая звунь привычная так что он не признанил Пятый Юанти отдыхает, и шестой Юанти попытается застрелить Табана, поскольку теперь он, обозревая всю хуйню, которая произошла, он понимает, что он, кажется, самая большая угроза здесь. Ему это не удается. Дизморал. Ну что ж, Регорнер сделает вот так вот, и раз, два, три, четыре. Дерево считается укрытием? Даже если так, это не критично, потому что здесь ситуация примерно вот такая вот. Какой радиус-то? Десять футов. Так, я не совсем пойму только, как это, куда это кидать? Перетащи на ДЦшник на всех них. Хуйня такая, что у них Magic Resistence. А, поэтому они все сейвы кидают с адвантагой. Ясно. Так, он фейлд сейф, кричер тейкс, баджан, денеж, и знак праны. Это гранд, да-да-да-да-да-дан. Но в любом случае, вот эта вот территория, где здесь как бы нарисовать, да. У тебя там есть этот самый, нарисовать этот темплейт, квадрат. Ну, в общем, вот вся вот эта территория сейчас стала немножко difficult terrain. Наверное, я зря это все-таки сделал. Ну, уже поздно что-то говорить. И на оставшийся move я попробую отойти. А, ну да, и я не могу отойти, потому что я молодец. Синфикл terrain? Да. Ай, блядь. От души. От души я только сейчас осознал, насколько я тупо поступил. Это было глупо. Так. Эх! Санчури. Слабунг и отвага. Впрочем, у меня есть чем защититься. Знаете, у меня мой главный стат харизма, а не интеллект. Можем услубить. Я подбегу туда и кину thundervave. Давай. Так, хорошо. Окей. В таком случае... Иннет... У нас... Надо было кидать в 30 футах. Гномский арбалет. Лук. Иннет у нас подбежит... Ой, что ж, блядь. Не мушарип, а ан Иннет. Она подбежит к этому костру, к туману, видя, что уже потихонечку вот эти самые, которые подбежали, они уже легли. Так, линейка. А где есть, кстати, линейка? А... Я так понимаю, она достанет даже... Это сама... Даже тебя. А, Регарн. Так. Что она дает? Она кастует блесс на вас. А, блесс. На Тумана, на Мьёберна, на Табана и Акаханира. Сейчас... Аптуфы до трех человек, к сожалению. То есть Акаханира придется подождать, извини. Хотя нет, это... Там Табан перебьется, лучше к хронеру. Блесса, так хорошо. Блесс у нас наброски повышает, да? Да. Можешь кинуть в текст... А, есть текст блесса. Нажимайте на щит, вот там вот, в чате. В чате написано, блесс, ферст левел, три слота, да? И вот нажимаете, и вы увидите. Блесса, ты три критчера, с вашей выборой, в границе, и я не могу снять, атаку, 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 атаку. Короче говоря, докидываем плюс д4. Нет, сейчас. Да. Ммм. Тридцать футов. Так, раз. Два. Молодец, сюда смогу попасть. Так. Пробуем. Ты на кого? На ближайшего, который и второй. Ну, ты попал. Перекинь этот самый урон на него. Сейчас еще будет Муршарип, и этот Муршарип вряд ли сможет подойти им толком. Алтабан. Так, так. Ну, да, Муршарип, я думаю, подходить он не будет. Он вместо этого... Хотя нет, тут... Ну да, ему... У него нету этого ринжевых атак, поэтому... Он просто подождет, когда вы разберетесь с остальными. Он только это сделает. Только вот это вот. Так, ибо нехуй. Потыкая уже... Лежащего Юантии своей дубиной. Добил. Ну, там, самое технические... Такое дело. Так. Это самый Табан. Тем временем так плюнет, и... В Юантии номер 4, который осаждает Мьогурна, полетит самое копье. АД4 к атаке или к дамагу? К атаке. К атаке. Это потому что бросок. Угу. Угу. У меня бросок наносит больше, чем... Да. Например, у меня у палки, если я кинул свою палку, будет тоже 1D8, а не 1. Ладно. Ладно. Может быть, я не прав, конечно. Ну... Так. Подожди, Атаман ничего, ничего не делал? Он бросил... Банкинул так. Бросил копье в гарантий номер 4. А, и у него только одно копье? Ну, он может только сделать, только делать один бросок. По-моему. Потому что мультиатака у него в замеле атаки. По-моему. Надо подарить ему гладиаторскую сеть в сеть. А, по-моему, F, I, G, G... А, нет, он может делать 2 рейнджа в атаке. Тогда у него бы есть 2 копье. В том случае, пронзание, нет? Он сейчас обоих отсадит. Ну да, как-то так. Вот так. И все. Теперь ход. Мьогурна. Убей его. Твою анти. Четвертого которого? Да. Эй. Так, и еще за 4 кинуть. Ну, сначала урона, потом вторую атаку за тупой конец, если что. Это недостаточно, так что можешь добить его палкой. Тогда это будет добивание типа как не летало. Не обязательно, ты можешь его... А, это его все еще не убило. Хм-хм-хм. Хм-хм-хм. Говорит его анти. Туман. Слушай, а чтоб мне топор перевооружить, у меня же это за действие считается? Да. Да. Если ты не выбрасываешь свое оружие, то это действие. У меня к тебе предложение. А ты можешь подойти ближе к ханеру и он бонусным действием тебе навесит на стрелу огонь? Как? Ну, я как бонусным действием его только создаю. Держать в руке или куда-нибудь навесить. Я не уверен, что это так работает. Ну... Ты его держишь в руке или ты его бросаешь? Жаль. А было бы интересно поджигающие стрелы так делать. Так. Так. Нет. Все-таки музыка-то. Сначала все-таки что же нравится добиться дострелять от этого? Попадает в ханино. Да. Так... И он ложится wink. твоего выстрела и так так подойти может нам принципе и тогда вот ходить пока просто сюда если может на ходу меняют уже нет пока прослукам остается хорошо алгорит выход 1 2 3 и наверное так и листок вопрос поменять меч и щит на лук ходе ты выбрасываешь мечит сбрасываешь просто зафлиять из-за смазан а ну ты так же нормально это так и сейчас стал его ход значит они отсоивались этот я так рассчитывал что он его добьет так и значит это у нас какой нас значит эффект от тремора только то что дефил террин да сейчас да потому что они не получили урона так в таком случае не получили урон не только половину нет нет тут просто указано что получить урон на фейле ясно тремор знак про он нет не указано что они получают паладина урана тогда ладно молдор в таком случае он осмотрится посмотрим ситуации говорит чтобы поливать хватать и по крайней мере дворфа мы уходим он попытается выйдут на тебя опять этот самый конус ядовитых спорт яд да 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 и до кучи если что у меня от яда преимущество нас просто ну хорошо потому что дворф потом добавить к этому это так и тогда он начнет отступать на карте нет места для этого дефил террейта ему надо либо двигаться с половиной скорости либо падает да так что он сама это просто отодвигается осторожно с дефил террин а так другой 2 и анти смотрит тоже на него говорит кричит ну слишком близко слишком близко и пытается зарезать ребер на своими скеметарами да я в нуле ну вот один лежит и самое таком случае он тоже так потихонечку начинает хватать уже этого регарна за шкирку но не двигается потому что пытается перехватить остается 6 йонти так этот мертв этот мертв умирает 5 тоже 6 вообще не годится это музыка капец да он я не слышал музыки посмотрел тут тот наладом дышит смотри давай его сейчас тоже возьму и уходим пытается стрелить алгари своими ядовитыми стрелами ну и сейчас второй ляжет от души так регарна ничего он он еще не умирает только чуток и нет околиться в раса так секундочку она у нас по моему ровно в 30 футов а у нее есть пара задаем 6 она подбежит к алгаре сказать на него керунс ход и ход аках анира я думаю сколько я могу что не как у меня тундер вайф квадратах понимаешь а хотя это один с провален у меня будет я могу тебе бонусным действием и кину хилку а потом заюзать магию поэтому я спрашиваю сколько я смогу задеть всех если пойду в упор так лучше лучше еще сместиться еще на клетку вправо чтобы и как-то я могу просто встать над регаром и тогда он будет в эпицентре не пострадает да если ты встанешь над регарном то ты их всех заденешь у у тебя сколько теперь самые movement это 30 до 30 10 20 и еще по ушну по диагонали кинуть чуть-чуть окей но это впритык это впритык мне все равно ходить больше некуда и куда эти ходы попробуй ладно и теперь я на всех должен кинуть каст правильно ну да то есть ты хлопнешь тундер их прямо на тело регарна на нем он в эпицентре ну да то есть там где я стою значит его не за день там кастуется куб куб со стороной 15 футов перед собой он там вниз его не кастует а ну все отлично ладно на всех броски блин как я ненавижу противников которых спас броски от счета на 2 не кидается ладно это был первый а ну в отличие от тремора то у меня это просто половину если у тебя нету country пассы это спорта даем ты мне ничего не ничем не сможешь помочь потому что а ты уже потратил действия на потратил способ короче суть в чем хочет сейчас тебе сделать хилинг ворд по моему нет да но дело в том что спелы которые достаются бонусным действием можно совмещать только с контрипами со спелами тратящие тратящие на всех флотах нельзя совмещать жаль я переживу ладно хорошо там верхний по моему был сильно попознан и сейчас он всем так там мушарик у нас так он у нас у него скорость только 25 поэтому к сожалению не сможет может отобрать лупу трупа это дворское действие поэтому а то есть дворская деревья действия голову да только только бить в голову дубинами ну пусть швырнет что-нибудь можно там тополь киски яночка у него есть hunter's mark это 5 10 20 и да и он сделает что еще 2 2 действия то есть дайте например до 30 40 ну и хватит пожалуй он до 50 футов может подойти да но он не сможет открывать в этом случае если он сейчас он создаст им угрозу и если они попытаются отбежать он сможет убить сейчас они смогут бить его ну ладно и сейчас ход табана так у табана скорость 30 так что он также может он стояла по почти аналогично мне он тоже добежать и ну до свидания так какого хрена куда он делся неважно него хит бокс короче пропадает хитбокс хитбокс соус хитбокс соус в этом же парне торчат его копья а а секунду я не понял я нанес сам себе урон что ли Да, никому он нанес урон, что это за хитбокс у ю антима. Вот, вот это вот уже больше похоже на правду. Да не в Мушариба, блять. Скидай в трекер, Таран, скидай в трекер, короче. Это печенье печенье. Так, это был на самом деле второй ю анти, но у них арморкласс одинаковый, так что это не важно. Да блять. Кидай на трекер. Трекер длинный. Какой у него там урон, 2d6 или 3d6? Оно еще живо? Та, но у него есть еще третья атака. А блин, я не могу хилинг ворд кинуть, оно и было в первого круга. Вот теперь он уже нет, теперь он уже неживой. Я думаю, это должно быть скорее что-то вроде Брайан, нет. Хорошо что он не поляк. Племянник, они убили племянника. Нет, я просто вспомнил Бзиндистюкевич. Грегоч. Бзиндистюкевич, нет. Это, знаете, Вильгельм Скрим, да. Это было в одном мультике, короче. Роботы воюют и одного выкидывают, он падает с криком, и вот такой кричит вслед. Нет! Так, вообще-то Мьогран ходит. Он лежит. Нет. А. Мьогран не лежит. Даже наоборот. Мьогран. Мьогран. Мьогран во всех своих хитах. Да, Мьогран, по-моему, даже особо не царапнули. Точнее, его царапнули. Его царапали, но мы его подлечили два раза. Мьогран во всех своих хитах. И Алгари тоже поднят. Пока что в состоянии умирания только Райгарн находится. А я могу кинуть на своем ходу медицину? Да, ты можешь кинуть медицину, но ты не брал себе контрип с портодайн? Нет. И у меня, по-моему, такого не было. Тогда, к сожалению, тебе придется кидать медицину. Ну, это тоже неплохо, потому что она у меня профильный. Ну, это... это... Ух! Попал. И ты его добил. И да. Подойди... У тебя осталось еще мутмент? Если остался... А! У него осталась древка. Да, сделай бонусную атаку действия. Ну, то есть, с древком по оставшемуся. И антиш. По шестому? Да. Он последний, кто остался. Да. Ты же ебаный. Ты бастурт. Угу. Окей. И... Он... Мьёган, соответственно, взламывает ему тоже прямо в рожу. И... Ход тумана. Туман, так сказать, в лицо, в лицо же может, так сказать, дойти, да? Вроде. По идее, да. В любом случае, это... Ну, вот... Ну, чтобы тут... Видимо, что здесь быть... Так. Сюда не ставится. Угу. Так. Угу. На ходу... На ходу достает все-таки Short Swords. Угу. Угу. Так. На, это что? Сейчас. Так. Попадает, да? Да-да. Угу. Угу. Так. Угу. Так... Так как я от Мьёгурна, я от Мьёгурна, я от Мьёгриба... Угу. 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 Главное, можно заматрить... А, ну да. Я, по-моему, тебе сделал эту самую... Эффект для Сники. Угу. Угу. Вот мне... Что-то мне ещё... Ну ладно, минус 4 тогда ещё, да? Угу. Угу. Я запишу руками тогда. Хорошо. Тогда... Ход следующий. Алгари. Ты... Кошмарный яд тебя чуть было не кончил, но... Сама тебя пробудилась свежая улыбка, Иннет. Самые... Слезы её назовёшься как. Угу. Значит, у меня есть вопрос. Во-первых... А если я буду через всю эту толпу стрелять, по этой системе не нужно пойду или нет? Нет. Ты можешь... В крайнем случае, если несколько противников стоят, именно противников, не союзников, то они дают камер. А... 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 Он туда не встаёт. Ладно. Короче, тогда просто стреляю. Просто стреляю. Это первый промах за сегодня по ним. Почему не? Смазали уже. Угу. Нам. Именно... А, да. Почти. Так. Ага. И, значит, этот самый UNT Pure Blood смотрит на вас всех в сценарии. Рыж шипит и пытается кастануть на вас поизон спрей. А именно на Мушарибе, Регерна и Табана. Регерну пофиг. Ну, самым... Мушарибе... А... Регерна... Нет, я имею в виду Акаханира. Вот, потому что он стоит на Регерне. А, ну ладно, окей. О боже, Мушариб провалил сейф. Мушариб имеет... Если он дворф, то он имеет преимущество. У него прописан резист к этому... Если он дворф, то дворф преимущество у нас по сброске от яда и резист от яда как урона. Но если он идут снизу, то он может иметь другие... Ладно, Табан и... У него... У него... А, нет, у него тоже написано дворфен резилиенс. Так что, по идее, у него должен был быть этот... Мы вообще не поставили ему в этот... В NPC статблок. Забыли. Так, а мне что-то кидать надо? Нет, я за вас кинул. Ага, вот это вот уже лучше. Я знаю. Так, Акахонир провалил. Впрочем, ничего нового. И Табан. И Табан прокинул. То есть, получается, выдули только на Акахонира. Ну, не сильно. Да, не сильно. На 12. Упал. И вот этот последний Юантип уже пытается сбежать. Прямо из речи Мьёггарна. Раз, два, три. Три аппарты по нему будет. Похоже на то. Вперёд. К сожалению, он не может сделать в дизенгейдж, потому что он уже скастовал Куизан Спрей. Блять. А у тебя... А, ну да. Твоя атака в порты. Ну, Шарип тоже может сделать в порту. Табан может? Табан нет. Табан далеко. Табан далеко, а вот Шарип может. Табан. Мьёггарн, ты делаешь атаку? Табан. Да, да. Давай. Табан. 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 И этот сам... Мушарип взмахивает свои дубины и промахивается. Так, и в итоге этот товарищ отбегает от вас на... Ну, на 30 футов в глубину. Меньше. На 20 футов, скорее всего. Он... 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 На грани... Он в дефилте. На грани... Да, в дефилте. Так что, по-моему, он все-таки на 30 футов пройдет. Да, нет, там... Он... Выходить из... Терейна... Это... 10 футов. Сколько я знаю. Входить это 5 футов. Выходить 10. Поэтому это идите пол-тирать. Так, Редгарн у нас... Оцелывается. Оцелывается. И на это колесо враса. Вот... Если бы у нее был сперзадайинг... 5... 10... 15... 25... Редгарн пал, что ли? У меня, по-моему, нету. Нету, у нее нету. И она тратит на Редгарна свой последний спеллслот. А, пойдем, на Редгарне уже лежит Акханир. Черт. Ну, ничего не поделаешь. У Редгарна тоже теперь есть свой спеллслот... Свои спеллслоты со своим кьюрами. У меня нету спеллслотов. Ну, значит, хуёво. Редгарну придется откидываться. Эээ... Не Редгарна. Ничего. Сейчас сделаем. Акханир откидывается. Так, Мушариб. Мушариб не умеет лечить людей. Мушариб. Там. 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 Можно Редгару ударить? Нет, тут слишком далеко сейчас от Мушариба. Он может править. Он может... Он может... Но он может взять и пуститься в преследование и не встать рядом с ним и прописать опорту. В случае чего-то. Ну, не совсем. Я... Ему... Мушариба придется... Помнить. Сейчас проще... Самое... Его просто застрелять из лука... Эээ... Самому... Эээ... Ээ туману и алгаре. Не отпускайте его. Экспаааааааа. Лови его. Да, экспааааааааааааааааа. Так. и кинуть одно копье ему в догонку правда у него там наверное это 30 уже будете здесь вот так и точно быть подожди этот 12 это хит это попал ну блин чувак знает свое дело видимо поздравляем сейчас я чищу а мы не будем их допрашивать я не знаю они тупы они умерли но не все у кого-то же проброшено это нпс они умирают и так как это все-таки пятерка я ее по мнению некоторых сильно а казуалили а как они встает в одном хитпоинте а он не не стоит в понятие но мы можем сейчас мы сделать скилл 19 я думаю что он теперь полностью стабилен да да он стабилен и так как у нас уже нету спасло к сожалению ему придется это делать полный отдых в результате чего он вылечит все свои хитпоинты а пусть суша как они ральни 1 до 4 через сколько часов придет в сознание через час окей и того на этот раз вы получаете экспу свою первую экспу в этом и в этой игре так как у нас экспириенс вписывается где-то был нам же еще и год положен во первых вот ваша экспо и она автоматически вам распределяется равномерно даже нет даже табану только куда все-таки никуда и она она уже вам показалось целых да а где не буду ваш чарли я она отображает а вот в вашем чарнике в этом в графе в классе а вот по 150 надо еще один такой бы пережить да и будет отлично так и ваш тут кто там ругал блины фанда изменяясь юка с противником намного круче и того в этом среди кроме прочего хлама и этих то есть кроме луков и их сометаров этих юнте вы находите самые кошельки их кошельки в которых лежат как в общем и целом 50 55 золотых монет кто ходит в рейд это их было 6 человек поэтому по сути просто у каждого было в кармане припрятана по десяточке и у одного из них руб был самый припрятан схрон с семью самоцветами этого теперь в этом в парте листе с этими записаны в парсе лайтинг то есть я предлагаю все-таки нам взять по 10 золотых а а по 40 как 487 отдых и вам это самое равномерных распределились остались 77 золотых которым кто кто-то самый жирный может сопротиве и самому 7 золотых и самоцветы тоже притащите себе в инвентарь руками так я один с кимитар себе пишу прям я не предлагаю как как переносить именно по тем мембером переписать по одному золотому именно человеком да и один надо дать муж шарибу потому что у нас этот ок окей я не знаю нужны кому-то вот эти вот я мы каждый каждый см от свет стоит как минимум 10 золотых пусть лежит на на продажу это броньку не было я не вышел и они по сути границом шли ладно тогда я думаю что ладно ребер возьмет пока что по сохраняет их себя короче ски металл я не брал нет смысла что там является к метары золотые все или камни эти смотри тоже самоцвет может луки стрелы забери и у каждого был колчан стрел да как минимум по колчану у меня нету лука я и вообще у них были луки у них у всех были луки и стрелы так что при каждый может носить на всяких белый и лук слушаю них какие короткие луки были до вроде простому оружие относится как тут вписать то перетащите за из этого из оружие короткий луковый ментарь вопрос а у них именно стрелы ядовитые они сами облизывали они их сами облизывают и и травят их таким образом ладно я возьму комментарии они очень не давите не совсем прилично так теперь вы вспомните где эти все вещи лежат как какой из шорт болов надо перетаскивать их 3 любой который обычный а зачем их три кстати так получилось из из разных и вообще тут всего по три потому что у тебя открыта книга игрока и от наверно тебя включен этот самый срд который бесплатные бесплатные правила поэтому и эти предметы оттуда дублируется чутка это так ну ладно я немножко не все языки не вижу где брать вещи сейчас просто докинуть мне чан такая эти стрелы стрелы как они называются по английски и руку ролл так я проищу а нет они также в этом во в оружии Вепонс? Да. Так. Что-то у меня с клубешника начинается все оружие. Так. Так. И шкаф. Морчал. Я думаю я сделаю этот ячейки на карте для привала еще поменьше. Слушай, а сколько у меня топориков было? Два по-моему. Два. Слушай, а мне вообще стоит эти стрелы прописывать или просто аммо вписать и все. Впиши аммо. Но стрелы имеют вес. Так что это не забывай. Угу. Сколько там в колчине в одном было? Двадцать стрел в одном колчине. Нам без разницы. Мы все равно всех не утащим, а ну дофига. Так. Игра сама считает стрелы, да? Да. Когда стреляешь, они учитывают. Но там проблема, что они там учитываются только если их что и меньше. Только туман таскать с собой сто стрел. Каранас, удали, пожалуйста, там где 7 ГП, распредели просто его между нами конкретно. Именно как вот так, чтобы можно было увидеть. Ну я одну, а все остальные не получают по этому. То есть мы получили 6 золотых все автоматом. И там еще 7 дополнительно. То есть по одной именно вот нам шестерым. И еще одна пойдет табану, наверное. Пожертвуем ему на храм. Или да, или же этой. Так, я себе добавлял вручную, поэтому я сейчас этимаю. 6. Так, я еще деньги пока еще вручную не добавлял. Ничего им не писать. У тебя должно быть там 6 ГП внизу. У меня 14 ГП написано. А, ну вот. Итак, я думаю, что мы совершаем отдых сейчас и отправляем. Я имею ввиду про эти, про эти единственные золотые, которые мы делим. Ага. 6 человек. Итого вы получаете долгий отдых. Да. Странно, что мы не попытались выследить от места, откуда они пришли. Это 5Е. Это random encounter. Это, нет, это не 5Е. Это конкретно random encounter для данной компании. Это бывает. ОК. Короче, они пришли ниоткуда и ушли. Ну, нет, вы уже знаете, куда они ушли. Они ушли в ад. Вниз. А, вниз. Выросли на этом куй кусте. А пришли они из леса. Да. Что не видно, что ли? Вон в джунгли, вон там вот прямо на юг от нас. Итак, мы отправляемся в наш путь на следующее утро. Ого. Так. Хорошо. А, да-да-да-да-да должна измениться, да. Так. Итак. Секундочку тогда. Это мне потребуется немножко. Так. Вы у нас, значит, опять плывете. Блин, что у меня все это открывается? Это все из-за того, что я сейчас держу кнопку мышки для пуш-ту-тока. А ты сделай так, чтобы у тебя была не кнопка мышки для пуш-ту-тока. Тогда мне придется держать другую кнопку. Так, на чем я остановился. Да, вы у нас плывете этим обычным ходом, да? В таком случае, кто у вас будет делать survival-чек для навигации? У вас, конечно, есть опции вашего официального гида, у вас есть АКХНР, у вас есть алгоритм. Давайте коллективно кидай втроем. Нет, я предлагаю, чтобы кто-то все-таки делал эйд. Ну, тогда гиду помогать я буду. У кого он самый высокий? У меня плюс четыре. У вас у всех, по-моему, максимальный плюс четыре. В том числе у... Давай доверимся гиду, раз он здесь живет. Так, нафигация. Окей. Так, мушарик, мушарик. Мы поднимаемся вверх по течению реки. Ну, уже выше десяти, уже лучше. Угу. Хорошо. Давай, в следующий случай. Так, мне кинуть? Нет. Самый бросок только один должен был. Так, там же эйд есть. Эйд дает преимущество на броски. Ну, мы можем посчитать, что АКХНР делал бросок и, собственно, 14 это. Так. Технически должно быть, конечно, 18, если мы смотрим на циферки. Ну, видимо, первый плывет как раз пирога с нежитью, с нильдию. И они там делают эйд разбираются. Так, так, так. Окей. Значит, вы у нас делаете два гекса, да? Да. Окей, то есть это и того. Как-то так, да? Соответственно, уже вы вплываете вглубь самого леса. И между вами спускаются, опускаются кроны самых мангровых зарослей. И самое, когда уже даже самым утром, когда вы начинаете только заплывать, внутрь вы начинаете проплывать мимо самых, самые замечательные, странные такие вязаные хижинки, которые висят прямо у этих, над водой. Кстати, я же себе это переписал. Кого ты переписал? Перетолю на лес. Так. Ага. Ого. Окей. Ну так и попробуем. Ну что ж. И, соответственно, когда вы сам выплываете оттуда, то самая из хижины выглядывает самая голова аиста. Он смотрит на вас разумным взглядом и так развивает клюв и говорит «Смотри, и кто же таки? Вы такие, что плывете по нашим рекам». Исследователи. Сейчас я найду карту какую-нибудь подходящую для этого рандом-энкаунтера. Этому аисту, наверное, очень нелегко живет. Ад, и ты появился, короче, с домом и хижиной. Ну, о, нет, это аист из других хижин выглядывают другие аисты. Так что ему совершенно не одиноко. Я думаю, вот это подойдет. Так, кому... Подождите минуту буквально. Спасибо. 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 Я вернулся. О боже, это не просто аисты, а это огромные аисты. Это лоржовые аисты. Насколько крупные, как страусы? Примерно, да. Размером с лошадь. Точнее, да, примерно с аисты. Они еще разговаривают. Я не разговариваю с вами человеческим голосом. Как и говорили, мы исследователи. Мы просто отправляемся в Устье Алдари. В Устье Алдари или как там? Эти аисты переглядываются между собой и начинают щебетать. В Устье Алдари говорите? И что же вы сделаете здесь, если вас занесло в Устье Алдари? Хе-хе-хе-хе-хе. Так, мы туда направляемся. Ну, так сказать, раз нас занесло сюда, то... Вполне даже заинтересованы, так сказать, узнать, куда у нас все-таки занесло и кому. Так сказать, тут, так сказать, туман, как обычно, достает свою, так сказать, записную книжицу и, так сказать, начинает, так сказать, как-то зарисовывать внешний вид. У тебя какие-то knowledge есть? Knowledge, мне тут только религию, честно говоря. Ну, тут эти персепы еще есть. Ну, ладно. Ну, сейчас, конечно, вот так. Энвич с нами еще нет. Да, я с вами. Ладно, это самое... Мушарип так, самое, тыкать его, говоришь, и на дворфийском говоришь, что, мол, самое, не верьте этим птицам, а самое, ничего доброго не вещают они. Ну, а что это за птицы? А, он говорит, как это... Это иблисы. Это они только и норовят, что, самое, как завести урпутников в погибель и тому подобное. Вот, а эти иблисы, тем временем, там, перекликаются между собой и издают самые хохочущие звуки. Го-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, там все путники зах... Там, они хотят знать, куда их... Куда их заносят. Но... Но не все путники узнают. Там, вот... О, один из иблисов, эээ... Так... Протягивает шею прямо так, эээ... К туману так смотрит на него одним глазом. С чем ты готов расстаться, чтобы узнать, как отсюда выйти? Пока тут выйти можно по реке, так что навигация нам пока не нужна. Это вы так думаете? Но мы скажем вам бесплатную новость, что вы не выклавите к бассейну Алдани по этой излучине. Давайте-ка откинем сенс-мотив. Это явная деза! Честно говоря, согласен, но тут, как я понимаю, инсайд называется? Да, инсайд. Инсайд всем можно кинуть? Да. Вон, видимо, слишком сосредоточен. Но, видимо, Муршари все-таки достаточно говорил, и поэтому он внимательно слушает. Что? Ну... Ну, Регарн... Это самое. Почему у меня не кидается? Я не знаю. Может, я не кидаю его? Карна, слушай, а как удалить ненужные записи из этого? Из чего? Из чата? Из журнала. То есть, из-за нет. Просто, по-моему, выделить и удалить. Это не работает, что ли? Нет, у меня появляется только этот... Я только вызываю ее. У меня есть закрыть окно, минимизировать или поделиться. Вот так, что ли? Я хочу удалить лишний текст, который... У меня есть две лишних записи, которые я хочу удалить полностью. Которые, покажи. Которые у меня пустые в журнале моем. Ну, то есть, там есть текст. Там между двадцать первым и двадцать вторым числами есть две пустых записи. Я хочу их удалить. Я их удалил. Почему оно такое тупое? У меня оно не удалено еще. Ладно, пофиг. Обновление? Может быть. Вот теперь уже удалено. Так, и... Ну, Реган понимает, что эти твари себе на уме. На данный момент он не чувствует сильного подвоха. То есть... Они явно, кажется, на вас... Вас раскручивают на что-то. Ну, и, соответственно, так говорит Туман. Они чего-то хотят от нас. Да гопники, птицы гопники. Ну, мы сейчас не представляем, что таким жителям может привидится из того, что есть у жителей городских. Угу. А вот Гарри говорит шепотом. А это птицы, а между прочим, они должны быть удобны. У нас тут проблемы с едой. Угу. Нога их мочекануть. То они... Если поплывем дальше, не приняв их помощь, в кавычках, то они могут нам какую-нибудь гадость потом сделать. Кое-что нам брали. Вы, ребят, это самое... Вот вы сейчас шепчетесь между собой, а вот Эбельсы персепшн прокидывают. И этот самый один... Один из которых... Который только просунул голову к этому... К Туману так... Повернул клюв. Нет. То, что говорил Туману, но это он им говорил слуха, не шептался. Нет. Я знаю. И этот самый... Он поворачивается к Регорну и говорит, что мол... Наши птичьи дела, это самые хотения простые. У вас есть что-нибудь блестящее? Вроде золота или самоцветов? Ну, у нас немного. Вот отдайте нам все золото и самоцветы, и мы вас отпустим. Прям всё. И примерно к этому моменту секунду. Так, или ещё раз. Так, сейчас... Как это там? Туман, так сказать, услышав, что им нужно что-то блестящее, достает из своего рюкзака мешочек и, так сказать, набирает оттуда лапой горсть и, так сказать, вытягивает перед собой, так сказать, лапу, который несколько, так сказать, очень-очень хорошо блестящих на солнце металлических шариков. Так, он так смотрит на тебя и развивает уже клюв, но к тому, к Иблису, который с тобой разговаривает, подпархивает второй гигантский птиц. Самый, и... Самый, что ты... Самый, ему ручерикает на... на ухо. И возвращается обратно. Так, я... Извини, я Долагара немножко замутил сейчас. Дайте-ка на секунду. Так вот... Ну ты просто себе микрофон заглушаешь и все как-то не... Ну я... Я его и заглушил... себе и заглушил. Для Долагара. Так вот... Он... Самый... Стрепенулся... Смотрит на этого... На... На тумана... Смотрит на остальных... И говорит, что ему... Не оск... Да... Не оскорбляй наш интеллект, кот. Сэм... Мы слышим, как... Сэм... Твои... С... Соратники планируют съесть нас! Как насчет мы съедим вас! И кидайте инициативу. А, хотя нет, подождите, я сам кидал вас инициативу. Давайте просто убьем... Гьорна за то, что он... Спровоцировал... Этих... И ход... Туманы сейчас... Альч Долагар, я тебя размутил, извини. Ну... Ну... Там... 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 Я сейчас просто... Я... 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 Не сказал, что я хочу... Че-то там отрубить. Вы готовили там лук... И... Предлагали... Убить... А... Телепатии мы, кстати, не владеем. Дико извиняюсь. Так... Ну... Так садись... У вас есть хорошее описание персонажей? Нет... Туман на всякий... На всякий случай все-таки тоже... Тоже достает лук, говорит... Ну... Так садись... Ммм... Ну... Я не знаю... Моё описание персонажа достаточно хорошее? Или мне еще что-нибудь веселого придумать? Нет... Тут просто... В процессе немножко... Я там... Дополнил... Описание немного... Сейчас... Выйду... Да... Ну хорошо... Он... Он... Он тоже достает лук, но... Говорит... Нет-нет... Не правильно... Помнили, это... Наших соратников юмор плохой, но... Так садись... Лучше не нападайте... Так садись... Если вы не нападете... Ну... Так садись... Мы не нападем... Ну хорошо... Ну и... Естественно... Заготавливает... Так садись... Именно сам выстрел... Так садись... Если... Потом именно нападать не начнет. А вам не откроют часа. Окей. Ну, в таком случае... Так, что у нас? У нас тут дела такие. Эти товарищи у нас могут... Бить больно? О, да. Так, как это у нас работает? В 30-ти футовом кубе. Ауч! Вот. И, значит, этот большой птиц, который... Самое... На вас сначала антагонизировать. Самое раскрывает... Самое... Выпархивает на... На крышу своей... Избушки... Хижины, сплетенные... Из листьев и веток пальмовых. Раскрывает... Свои огромные, широкие крылья. И между крыльев... Самые вспыхивают... Самые... Мерцающие гипнотизирующие огоньки. Со всех с вас... Виздом сейвы. Это как? Я придется перестащить вас по вас. Нажимаешь main и там, где у тебя сейв справа в main, нажимаешь wisdom. Я покидаю за вас. Я покидаю за вас. Так... Ну ладно. Так... Ктабан прокинул. Значит, изо всех пока только... Мьогурн не прокинул. Остальные... Иннет прокинул. И Мшарип прокинул. Мьогурн падает без... Что у нас делает гипнотик паттерн? Почитай. Ты у нас Charmed... На failed save ты становишься Charmed. То есть ты... По сути говоря... Мьогурн слегка... Становится не в себе. Он... Его абсолютно заворожили гипнотизирующие... Гипнотизирующие... Самые... Огоньки. Он не может двигаться. Вот. Либо, кажется... Кто-то возьмет action, чтобы, кажется, хлопнуть его... И сам привести в чувство. Заготовленный выстрел. На это можно, так сказать, потратить-то? А, нет. Ты уже приготовил этот самый... Выстрел, чтобы потратить. А, в смысле... Ты можешь, кажется, выстрелить в него, когда он сейчас кастует... Свой гипнотик паттерн. У этого выбриса. Так... Да. Ты попал. Ну... Наверное, имел смысл в следующий раз, чтобы попробовать стол сбить. И тут это не работает так. Это не совсем... Ну, надо будет посмотреть лишний раз. Так... Мы что, по лодкам сидим, да? Да. На двух пор. Видишь, он даже автоматически прокидывает концентрацию. Так... Так... Второй... Да, блять. Куда... Куда делись они? Прошу прощения. Что это они там делают, а? Беспорядочно метаются из стороны... Да, они перепутались. Второй... И плюс... Ну, ладно. Будем считать, что отмазка принята. Да. Тоже выпархивает своей... Полетной скоростью 40. Прямо над вами. И... Начинает... Долбить... Гадич на голову, да. Да. Начинает долбить тумана. Клювом. Давай. Давай... 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 Возьмем ваши блестяшки, и мы... Сам выпьем ваши мозги. Так... Я... Я же говорил, что это птицы-гопники. Ему... Ему не удается выпить мозг. Третий иблиц пытается... Э... Проклевать череп... Табану. Ха-ха-ха. Чё было бы, чё клевать? Ха-ха-ха. Я... Табан сейчас находится в зоне поражения. Ха-ха-ха-ха. Щёт... Щёт... тоже выклевывает они все надо же даже так ну да табан я думаю того погоди погоди табан имеет право парировать он может он мирировать да так что урон может и не пройти там си 18 он скорее всего если он парировал то нет это не попадание армор класс не 16 за парирование тогда он действительно может парировать за реакцию самое и принять клюв на щит и посмотреть и зыркнуть на него сурово и четвертый четвертый птиц самое тоже так облетит все всю вашу компанию чтобы приземлиться примерно около ряд горна и попытаться выклевать ему мозг а у него тоже харит болит или видео в харизму попал проблема в том что урагорна не так много хитпоинтов и у него не такой высокий армор класс так и пятый самый он тоже самые вам и его почти не видны из-за заросли он разинит большие крылья и скатствует на себя баф теперь самой его форма размылась и он выпрохнет неподалеку от на побережье что в следующий раз попытаться выклевать вам мозги можешь меня это добавить что базе вещей в базе вещей у меня пусто а каханеру добавить лук все забавим short ball или ты не вписал себе его я как бы в инвентарь вписал а вот а так отачить им ты его в акшн себе за должен был закинуть там оттуда вы просто его вписал руками тебе нужно было выкидывать из у меня в и панс пустые вы там со но список пустой она сейчас делаем а теперь все начинает подлагивать кока подлагивает кстати сколько стрелы весят а то их в вертали тоже в экипировки вписал пожалуйста 1 1 фунт за 20 стрел по моему и этот самый и колчат колчат тоже 1 1 фунт колчан 1 стрелы ввесишь что колчан от 15 тел весят конечно если ты пустой колчан носишь он же тоже что-то весит то есть по 2 фунта ну ты просто отдельно вписываешь стрелы и отдельный колчан так уход табана он мы видят такие такую ересь сама попытается открутить клюв одному из этих иблисов и того который попытался его заклеивать и он сделает один промах он сделает попадание вот и того он очень очень больно покоцал этого иблиса который попытался его очень больно покоцать и он очень грубую ему в этом деле говорить плохие вещи на языке и чултанском ход алгари следующий так вопрос как мы можем перемещаться по этой кличке и как вы их тихо на около берега могут спуститься да вы сейчас типа в каное то есть вы можете за это самое за за мув акшен за движение это риса сойти на берег и выпад то есть я и табан могу сойти да да там он уже поглянул да табан походил он он все свои три атаки сделал бы она так коли меня лук подготовлен тогда я стреляю и лук тоже фунт 2 вот так вот покрыть глаз ему как белку у нас будет пицца молиться и самым молиться и каяться и больше что еще на лицах до скинуть на партию ну да она может кинуть блес на партию но это только на 3 на 3 человек она попытается сама сначала быть полезной и кинуть сахарит флейм во второго иблиса он прокинул со своего места до второго достаю да у тебя речь мне не обязательно сейчас на берег сходить вообще йогурт нужно отбросок сейчас и это закончит его ход но во всяком случае если он пробросит то на что ты хочешь ему сделать вопросов на то чтобы сбросить себя этот донатик паттерн точно его менять в без сознанки и табан забыл его прозбудить у меня будет муф осмысликшен и в принципе я могу пробовать разбудить ладно чуть-чуть кидануть просто пусть бездом сейф опять нет по моему все таки от этого сейва уже не отценивается в конце в начале своего хода не не делают воли сверху такого он не в начале он в конце его делает он просто ничего не делает в этом ходу это так работает то есть ты просто пропускаешь свой ход и делаешь спас бросок если так написано заклинание кончается если самое пораженное существо получает хоть какой-то урон или либо кто-то другой де использует свой экшен так что по конечного своего нету то есть меня должны от атаковать и в любом случае до любых если вы встряхнуть сейчас на и перечитаю можете просто поставить мегарная ниже меня по я его можно далеко через кота придется тянуться да не будет он будить йогурт на не слишком эффективно поэтому он просто возьмет и попробует сделать по четвертому и близко ну да конечно же не самый эффективный бросок но тем не менее но это неплохо он просто говорит так сюда смотри и тыкает ему в нос в общем пикает ему в клюв свои свою тросточку у которой начинают светиться глаза и собственно говоря и близ близ становится очень холодно слишком холодно сейчас ходит аках анир а почему аках аниран каншес я не знаю с него еще не сняли брусь из прошлого раза так это тебе подожди 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 секунду я сниму с тебя без сознанку и смушали бы они не нужно снимать без сознанку а спасибо это это первое а второе я пить что же поздно у меня есть посох я могу разбудить все ткнув йогурна хорошо и мегурн больше не не в без сознанки он просыпается и и сейчас он по идее может пусть уходит глефу тык и шляк где мегурн не его ход но вообще дает не его ход сейчас сейчас должен мушарик ходить ну пусть мушарик тогда проходит перемести инициативу на мушарик мушарик в таком случае самое зыркнет на на этого эблиса и сделать на него хантерс марку делает хантер марку и пусть его убьет так типа мы знаем как они работают теперь и достанет свою дубину и хлобыть этого не хватит но зато это любит хантерс марку будет работать как для него не огорн йогурн сможет походить только на своей инициативе ну что ж если он отошел значит отошел ничего не поделаешь да прям жизненно ход туман зативы заняться туман до того который до второго иблиса достает и тот до него тоже да тогда меняет лук меняет лук на меч я так поедем так его еще так сказать и не забавно не кота как не кота как не обман уже очнулся и как-то второй лапой я могу ударить или как да ты включи включи себе это самый статус на снегу да и давайте я поставлю его подожди перед тем как кидать урон вот так теперь пап теперь кинь это типа снега сам это ведь вроде можешь самое самое те эффект ставить нет у тебя кнопочка с эффектами сверху в кого в какой вкладке на этом на боковой панели сверху эффект должно быть этот эффект дмг 1 до 6 а вижу это сняка то есть как когда тебе надо ты просто перетаскивать нет нет не все сразу просто проявить она сейчас это убирают одно и собственно второй смотрит так на него нет вы посмели и с удвоенной яростью попытается заклевать вас у у него у него мульти атака поэтому он самое не будет дискриминировать сразу заклевать сразу редгорна и тумана когда не клюнь везде мульти атаки первый попал окей и так второй и близ виде такое дело тоже будет клевать сам йогурн и табана йогурн кажется нет это табана пришло табану это как-то поцарапал наверно так 3 близ отдыхает четвертый будет пытаться заклевать мушариба и ребер на мало ребер на отбивается своей тросточкой сейчас такой плохая птица плохая птица курица хорошая мясо и близ который придержим готовим шампур быть опять заклевать пытаться заклевать алгари и табана окей и теперь внезапно стал ход табана и огорн вроде только что был просто как бы может сходит за то что его нет он сходит на своей инициативе и он будет пытаться теперь зарезать этого от очень мутного аиста а почему табан час кинул на дистанцию дезадван таги потому что этот вот этот вот 5 и близ он скастывал на себя блер теперь мутный расплывчат мутный мутный аист мекалой скопники и похоже да и похоже что вот этот вот атака сейчас сбила его концентрацию и он и он стал четким он поясняет а у него тыкает копьем бетоном он шампур подготовил не датыкал вас подключение рубаки вспоминаю когда после каждого после чего рубаки ну помнишь на него остров побили а потом откладывает лук достает откуда нет большой молоток так 5 там рядом да давай вах и значит большим молотку наворачивать и ты ты отбивная куда поплыла не достой и нет тем временем выдыхает пожалуйста что она попробует тоже еще раз сделать сокрыт флейм плохие аисты от нее отстали впервые с нами отличить она никого не будет что у нас а до тумана она сейчас не затянется как следует но я в принципе не сильно поход ход мьёбурна леву студию эмбер ты с нами да твой ход обеспечим жердочку насаде 2 м леса на шампур 2 тут же нету различия атаки рубящие или колючие да еще как есть это вписано в оружие у меня нет у меня только глиф глиф рубище ну ладно наруби его мелко что ли тогда да кокетки ну мы вас сейчас на насколько я знаю глифы можно и колоть или отчет не знаю глифов это не настоящий глиф и вот теперь его насадил на шампур и ходе реган реган будет продолжать свои действия он вот этому таблицу в морду все еще тыкает этим и говорит отвали от меня котлета по-мулсантировски по моему окей так некоторые даже на гвизарму похоже да мы с антир это город в рашемейне так что вот котлета из котлета по-мулсантировски а ну отвали так хорошо живи а и теперь у меня остался этот где он там где-то ну допустим здесь так вот в тебя допустим у кстати а на самом деле никуда течением этого аиста не ум потому что мы сейчас не гребем и наши лодки тоже плавно куда-то сносят во время боя это косметики на той же скорости это косметический dlc так и самый тем временем мушарип он все еще у него активировано hunters парка на это вот на четвертый выберите поэтому он будет его добивать давай покажи ему тоже будет котлета по-мунсентировки я называю четвертого эблиса котлетой можно его можно его переименовать дать ему имя котлета отчеты за белые треугольнички на карте ловушки нет это локации это точки где можно передвигаться по камням по ходу броды а если это брат то труп там и останется пороги там на реке или что такое давайте так условимся вот так можно 4 до переименовать братик братик котлета а отбивную да там где-то было нет отбивная уже все утонуло теперь братика так сказать туман руками достает пожалуй тут кажется далеко ходить не надо его вот и сейчас как-то нажимать вот эту то что если что включила снега да и как тебе у тебя она уже включена так что она как отключить чтобы вот со вторым 2 такая не было ну ладно вот это самое что не понадобится просто понадобится я могу выключить тебе сейчас бдич я выключил в этом бывает бывает почесал так 2 иблис мертв кончился третий мертв пятый мертв кончился братики он сама спорхнет крыльями и попытается тебя заклевать все-таки хотя апартус это он не ловит нет а порту он ловит только если он пытается убежать я думаю он пытается убежать и окей и вот этот тогда сделает disengage последний огном и его не убьют если он сделает и и он улетит но на какую дистанцию там на 40 что ли он у него есть 40 до так что у так табана 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 есть атака у него есть живой так это его раньше-то 20 60 футов то есть он будет если будет кидать копье то это будет с дизуантами и так он сами если я потеряю копье вы будете его доставать и он кинет в него копье и он кинет в него второе копье придется доставать да 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 я думаю наверное а чё думать где у меня молотком не достану и кинь молоток это же гномский лук фуку все так и на это к сожалению не может достать до такого расстояния хотя самой если я на мужик ослабление может быть тебе нужно полечиться хорошо она тебя полечит а сколько снова и без а можно мясо срезать в пунктах перья красивые я просто интересуюсь сколько мяса мы сможем утащить можно было тут либо сделать опа опа инструменты это самое такое дело если ну а я после этого скажу после инкаунтера тогда какой тут ход то тут все дохлые вокруг меня валяются не только разве что в котлету топором кинуть ну вообще-то помоцили дать слишком далеко теперь он от тебя для броска топором у тебя же есть лук у всех есть лук так а лук он сколько футов до восьмидесяти разница до восьмидесяти 8 самый корот короче достаю достаю главной китай там всего ничего сейчас дело да ты можешь кидать нормально и ты попал и он еще жив он еще жив да теперь мне огромен стреляет по котлете у тебя твои тот самый луч мороза какого расстояния то что-то около 60 футов так что как раз хватит замороженная котлета до 60 футов действительно хватает и он падает вниз и вы победили я пошел искать копье табан табана одобряет твою инициативу и туман даже поможет и кстати осматриваем цепле и домики одну секунду я тут на свинячем он получается вместе с котлетой заморозил и мою вы сможешь достать автоматически половину своих стрел до тебя какая разница у нас тела еще до кучи после наемников полный колчины ладно за сувайвал что дашь за что я сувайвал кинул так что-то что-то хотела копье искать это perception нет копье вы найдете это ладно а что насчет разделки душ я думаю самое такое дело потому что хоть это и были и злые топорей но жрать разумных существ это и ивельный акт так что я не думаю что и нет а калитка сло фулгудовая калитка совраса будет экстремально против поедания мяса разумных птиц ладно я ищу короче ингредиенты для репеллента вот на самом деле а в общем-то тоже против но юмор и боевой это такая штука что так так больно что я не шучу секундочку вам положено экспо шоу понимаете в солдатском юморе еще совсем чуть-чуть у меня сразу возникает вопрос если я ищу ингредиент растительного происхождения я могу что ты пропал я еще если растение у меня есть друид крафт для чего-то там короче цветы быстрее распускаются он позволяет тебе крицы заставить 7 7 проклюнуться или цветок распуститься это дает бонус нет чему-нибудь декоративное это чисто декоративное на самом деле если там идет ингредиент именно цветок они саму растение да то можно мы не знаем из чего готовить репеллент так как а эти аиста не чисто в кустах что ли тусовались и не у них там а тут были когда они дома обшарив челут выдавать не наверняка уже того вырос на я уже являл и даже кину дома обшариваю и обьяна кидал вам с этих товарищей пожалуйста один из одного все-таки они если гопают на блестяшки то тут камешков должно быть в гнездах похоже что да сама я куплю на блестяшки потому что они хотели блестяшек от того что чудовищного дефицита уже среди среди этих хижин вы нашли во-первых ничего что теперь записывала в инвентаре у вас есть свиток упакованный в кожаный футляр и чья-то несчастная курительная трубка а что за кому мы это дадим к нам а ну но есть так да у нас же есть два двора окей ладно что за свиток это свиток благословения в леса я могу кстати кастовать благословения так что я возьму себе свиток может отдать профессионалки а она может его и так кастовать так здесь файн скролл скролл ов блэсс я тебе давай его тебе позвоню ага файн скролл готова скролл ов блэсс блэсс ага так и того значит вы теперь у нас можете сделать короткий отдых если хотите эту и откроем получить дальше да я кинул на сборный градиент так что это за шрифт такой у тумана это он доком он наверное нет так смотрите наоборот кому нет как-то сейчас на туман на всю ситуацию недовольны врачи недовольна врачить на боль на воле подходящим для врача не языке точно инфернали а как говорить на других языках вот у меня есть и и как у тебя там есть да я этого не могу он вытворить метам я должен быть типа common драконик там элвиш или что-то такое вот я не вижу я там только common и все я даже в лангуй жестяне вписано побили честом самом низу да я тебе нужно вписать типа элвиш но я и человек простой языками не владею так знаешь вопрос я не вижу ни одно . а все нашел кстати да как dragonborn ты умеешь говорить на этом да так что не самый красивый шрифт и и теперь ты должен видеть что я тебе говорю на драконь и чуть выше должно быть типа translation а все вижу вот так окей хорошо сейчас но так что за 20 заслугайвал можно что это у алгори за язык такой адский это этот самый так волгаре это странные эльфийские почему-то и поставился такой я вроде не снова и я че это на какой-то элдридж страшный эльфиачий ну так давайте поставлю нормальный эльфийский шрифт странно это вроде должен быть эльфийский еще у меня есть чултский но подозреваю что у них нет письма это не чултанского нету а у меня только все вообще должен быть кстати а чё с друидиком на друидике никто не разговаривает это секретный язык а друидики разговаривают друиды да так что если мы встретимся со злым друидом ты можешь с ним поговорить но я не успею а еще у гайгокса был например лоуфл язык и гуд язык да напоминает мне этого я говорю на лоуфл гудовом меня так всеобщее на экзамене закрещение выбран выбери еще один язык должен быть по твоему выбору я знаю он не выбран я думаю ставить полезно было поставь себе какой-нибудь я не знаю там гоблинский он знает мы можем встретиться с гоблинами так что это за язык такой тумана приморде приморде не последний ну нет но не глядя сандартам он будет говорить начать так а так чё-то у меня написано в чернике чай за и коман это чайс это выбор по выбору тебе да выбери себе там я не знаю какой-нибудь не святый человек то муха за так мне опять же выбирает а где кстати притащить их откуда их надо писать руками да там пишите по себе я не знаю какой какой-то себе можешь писать у нас тут второй язык походу драконик собирается так что вот может драконик там или я не знаю или какой-нибудь эльфийский или дворфийский ладно чё тут у нас по местности кроме всеобщего распространено ну так ну тут эти самые этот драконик а этот аурон тут тут живут эти ауракотра поэтому не говорят на воздушном языке да на комане они говорят как хороший я имел ввиду что если я как бы из балдура да то есть все что обычно учит коман это на этот а получается всеобщий называется да да так а где то вообще есть список этих языков ну ребята давайте тогда мы сделаем вот что мы это языки мы запишем потом а пока что у вас еще есть один encounter чтобы пройти его потому что я я честно на ролях и вы в этот день вы на ролях 2 дом на фенкаутера чё едем дальше стрельб реки да выплыть как сама поход по ходу дела как вы вы сделали короткий отдых или нет не знаю лично я завалюсь дремать прямо в лодке если это возможно а грести кто будет завалится он дремать в лодке хотя думаю вы так табан погребет страшно кем я в лодке кстати ну вот люди в одной ну да так мы плывем дальше да и так значит я так понимаю у нас у алгария и у туманных пассивный персепшен 14 я думаю мы можем на смену тримать лодки это плохая идея потому что место там него очень много да и так сама вы плывете дальше по той же изучение призер презирая как говорится попытки на манипулирование вами злых аистов эти я прошу прощения про напоминаю что это уже лес мы же поле сплывем но вы плывете по реке которая в лесу но то есть у меня идут был а ты просто ты поставил себе лес но я же говорил начали я пропустил это тогда у тебя идут буду со но я ну вы уже кинули свой эту самую свою навигацию за этот день так что это все но кей вот и соответственно тем временем держа ушки на макушке то есть на одной в одной лодке алгария в другой лодке туман если их то есть одного внезапно прилетает в нос подозрительный запах такой ядовитого и и самой наружности а другой замечаешь странные шорохи в этой в листве в на другом берегу и вы понимаете что это засада черного 5 покидывать я я перекину инициативу сам и мы даже не будем менять обнаружение нам надо кидать а я закрою карту ваша пассивная самая perception и был обнаружением на это он и есть кричу как называется карта вот и натягиваю лук это полик да блять здесь же и блять ребята это ой блять как тетроглодит это назывались это громкий ой сука если есть что то что они пишут больше чем и близок это грунги я грунги ядерными блять корня а мы не перекидываем инициативу я перекинул за вас инициативу и мы хотим последний да но самое из хорошего вы сейчас не это самое не сюрпризнуто то есть алгари и туман хотя учитывая что у всех грунгов инициатива 22 я не думаю что это имеет большое значение они милишники или дальники как бы тебе сказать они мерзость они абсолютно гадкие маленькие сраные жабы которые очень ядовитые они копьями кидаются не вопрос нам добавили репеллент да ты собрал этот самый накинь еще раз 1 до 6 и примерно 100 столько травы ты собрал и потом когда у тебя будет самый во время длинного отдыха ты можешь будешь их скрафтить в репеллент сделай эту записку себе в этих в ноутах закрой пожалуйста дверь и того значит несмотря на то что вы вас предупредили то эти самые грунги самой небывалой доселе прытью за один прыжок выпрыгивают прямиком самая к вам самую воду даже беспокойся в водяном этом водяной преграде потому что они эти амфибии они могут дышать чем угодно так чтобы если я молнии в воду им будет неприятно на на линии в 5 футов на 30 футов так так и соответственно они будут начинать выхватывают самые ножи ножи кинжалы короткие мачете самые кривые куски стали и самов повсюду начинают самая тоже так протирают их об кожу и свою лягушачьи и начинают пытаться зарезать табана программе грунт номер один пытается 5 а мы же можем перемещаться по лодке да мы можем перемещаться по лодке просто вопрос куда вперед-нагад а у них рост считается половинчатый как у хаффлингов помог сейчас я проверку двум они медиум они нет они должны быть смоловыми насколько я помню они смолы да то есть они маленькие так ход грунга номер три они могут делать вот такую хрень поэтому просто прыгать на двадцать пять футов вперед поэтому он прыгнет долгари теперь долгари предуме йогуртом и попытается сама его зарезать он входит в твою зону действием йогурн ты можешь его атаковать да так это не считается влетает впрыгивает да вопросов прыгивает прямо перед тобой ну можно поймать на полете на подлете вперед да ты можешь его именно ударить своей грифой давай вот этого третьего да да протони его ты попал и урон его рубанул но может быть и он тебя рубанет и у тебя рубанул свистая спики ну не совсем пролетая мимо вот теперь должен был же вот было спороть и ну ты ему вспорол живот он просто не умер от этого грунт номер четыре он делает огромный прыжок прямо из зарослей через вашу всю ох ты ж блин заросли дефикул трейн он прыгает он не проходит через них достанет это стены лип они жабы и но хрень такая что он тоже проходит через этот самый рич мьогурна а мьогурн уже потратил свою реакцию а и этот еще есть не таким наш табан как раз вот над ним пролетает он он входит в его рич и самая табан не умеет сделать порту когда кто-то входит в его рич и жалко что я тоже да и но это ничего потому что самая он попытается зарезать алгаре да фиг ему хорошие гринания так сказал пятый грунт он попытается зарезать инет да фиг ему тоже боюсь что нет я же двоих не отобью ёбаный рот каран скажи пожалуйста что если она что он что она имеет шанс выжить ну если вы ее спасете она имеет шанс выжить ну как раз у нас там друид рядом и зажимая самую схватываясь за по располосованную руку и и над падать без чувств смеетно и на ее ране вспыхают самые темные вены я до грунт а конир поличи грыл пожалуй грунк не есть action так что я могу и даже к себе при держать у кубе на будем квадрате все время как прикрытая шестой грунк но прыгнет к ригар ну и пытается его зарезать а код я напомню что у меня есть преимущество на спас бросок от яда это хорошо к этой веке попали ты преодолел я то есть тебе не приходит 2 до 4 от яда 7 грунт так он попытается зарезать и горные думаю тоже просто за один налет всех я говорил что грунге это пиздец он прыгнет примерно вот так не потому что они какие-то очень сильные а потому что их блин просто толпы они всегда ходят толпами я говорил что они ходят топами их слишком много кином побили двух хилеров это очень плохо ладно я за экшен хватаю и нет тяну к себе и видимо хилю давай молитесь на рассвет хитпоинт чтобы она могла нормально действовать не ну ты можешь поменять местами но что это даст то есть он наверно противник у нас каное рассчитано на 6 человек правильно да ну да да 4 значит теоретически должно быть еще два места вот теоретически она может это там сейчас я об этом и говорю чтобы идти по каное он бегает что там еще место есть так у меня еще по идее движение есть я почему и продажи мне как я зачем мне на ее место вот и над сама сделай вдох так хвала богам хватает свой свой силы и как благослови его саврос и саврос благословляет вас она делает блеск на угаре мегарная и туман как его применить до 1 до 4 придется пока вручную пока у меня нету под рукой этого специального эффекта тем тем временем пришла пришел ход табана и к эти ему очень неприятно что девушку которые ему верили начали внезапно ковырять какие-то жабы поэтому делать мульти атаку табан колоть табан француз лягушачьи лапки попробовал такой шляк табан 2 короче один хана один секир башка второй секир башка третий секира это самое на 7 мис и пицца на 3 кольц ему уже не повезло вот но это кристи ему так я верно я тебе советую сейчас сделать second wind просто такой full heart советую тебе сделать second wind потому что это и я тебе скажу больше ты можешь сделать fighter second wind одну секунду дайте я кучу проверю это 1 до 10 до за бонусное действие то есть вместо своей дополнительной атаки просто похиляйся 1 до 10 плюс 10 1 до 10 плюс 1 hit point ты в себе восстановишь потому что сейчас ты нам нужен живой мне после так до 4 до кидывать после атаки или после после атаки еще полечиться предложили чем твоим second wind поймать второе дыхание за бонусное действие то есть вместо второй атаки используется конвенда полечиться у этого группы 3 грудка сколько там хитов осталось само ему поплатила так надеюсь ему хватит ну давай резком так раз куда они пропали я их удалил из трекера чтобы они мне не мешали так не читают до 4 накидывать или просто кожа уже не надо пофиг ты его убил так и этот второй дыхание да у тебя в этом где она в твоих этом в твоих обилках так а белки опилки сектор секонд вилд да так как она на это нажать так как активировать а вот просто кликнет и он появится 4 кликнул и ничего не появилось вот так на кнопочку с красным крестом я за тебя сейчас тыкнул и самый ты отличился на к сожалению 3 так так ход мушариба мушариб видит такую ересь что и кажется его собрата начинают ковырять может быть попадет ради раздобрать хоть раз черт уже потратился к сожалению хантер марку который у него только один раз в день работает он не попадет а у него 1.4 еще но урон не только возле так ммм эман все таки надеюсь что тут все таки отмечаться Ага. Так, включаем, и, ну и, так, сейчас момент, отключить просто там, блин. А, ты выключил ему этот? Нет, как отключать-то? Вот я тут второй раз включил, наоборот. Да там, тут, раз, и не работает. Красный кружочек же у тебя есть, чтобы удалить item, delete item? Два раза, конечно. Вон, там. Так, ну и... Так, ну и D4 попробую докинуть, всё-таки, на атаку. Попал. Да, ну и... Просто царап. Разве там крик не будет? Ой, это... Сник не будет? Это промах, но дело в том, что он докинул D4 на атаку и не получил босс. А, поэтому сник нет? Нету. Сника только на одну атаку вход. Окей. Это так и делай. Да, потому что иначе было бы слишком много. Да нет, Мегарат не считает, что слишком много. Это до первом уровне ты считаешь, что не слишком много. Ты не видел, на какие цифры может дамагать рога. Ты представляю, на какие цифры могут быть. Так, кстати... Эта хрень убегает? Что? Нет, подожди секунду. Туман, ты которого ты когтём хватанул? Сверднево? Седьмого. А у ядовитой ты лапки запачкал. Да, у них ядовитая кожа, тебе надо... Ну, тебе к нему знать, считай. То есть, внезапно, когда ты к нему цапнул лапкой, ты чувствуешь, что тебе надо сделать сейф, который я тебе кину сейчас. Угу. Ты проходишь сейф, так что тебе только лапка жжётся чутка. Ауч. Надо её макнуть в воду. Да. Так. Тем временем, второй... Один из этих грунгов у нас делает такую хрень. Это элитный, да, грунг? Это элитный грунг. Нет, он слишком далеко, чтобы это сделать, поэтому он всего лишь возьмёт самую стрелку, оближет её и вы уже знаете, что это значит. Если бы не в попу засовывал. Так вот, да. Руфилер. И он попытается застрелить тумана. А ещё я представляю, что если куда-то добираться в течение месяца, например, и так каждый день кидать каунтер, ну, за год доберёмся... Нам просто очень не повезло. Так. Что, выбора у меня нет? Где там большой молоток? Там у Карнаса, на скольки там рандом энкаунтер? На 16 или на... 16-20 или 18-20? Это medium, по-моему, сейчас на 16, по-моему. Ой! А плюс 4 не поможет. Плюс 4 не поможет, извини. Ну, всё тогда. Кану не начал разломать. А, нет, я вру. Когда шанс... Энкаунтер шанс medium, это на 18 начинается. Так что вы очень удачно сегодня выкинулись. Вот. А так-то обычно там 12-14, такое-то. То есть обычных энкаунтеров нет. Так, а этот грунк? Может быть 3-4 дня без энкаунтеров спокойно. Ах, ну да, этот грунк, который, грунк номер один, он еще жив, так что он попытается зарезать мьёгурна. И он попадает. Да что ж ты будешь делать? Ты будешь кидать сейф по консте. И ты не будешь отравлен. Грунк номер пять будет пытаться зарезать Алгари, как обычно. Раз, кажется, твоя, самая твоя игра в забей грунка не поможет тебе, человеческая. И она не поможет ему тоже. Грунк номер шесть, так, этот Риггарн уже готов, он будет пытаться зарезать Мушариба. И ему это почти удастся. Так, это один и... Это самые адвантаги на сейвы отряда. Так-то. Грунк номер семь. Так, не, погоди, это... Шестой как раз был дайинг. Да, это я наоборот. Вот это была атака за седьмого. Шестой не считается, все, умер. Теперь ход Акаханира. Эх... Эх... Зайди в ушки, спрятался, да? Ты... Акаханир, у тебя еще есть с послоты? Один есть, могу кого-то хилинуть. Ну... У нас есть... Есть я. Если что, я немножко умираю. Ладно, я делаю шаг на дву. Хватаю Риггарна экшеном. И дополнительным действием хилю его врожу. Хорошо. Вперед. Так, это экшены. Нищ. А портуция это от седьмого не получает? Это бонус экшен. А... За что он получает? Только за выход из этого, из реча. Угу. А, то есть, можно вы радиусерить и передвигательный мать, и еще от этого умигу. Да. Да. Вот. И Энет, тем временем, проснувшись, видя перед собой мерзкую жабу, она сама начнет лупить его своей палкой походной. Слезите! Слезите! Гитов, короче, сейчас фарш, мясо. Так, прошу прощения, я по... Странное перемещение. О, это пятнашки, я знаю. Ого! У меня даже получилось. Вау! Это уже какое-то аниме. Ход табана. Табан, в таком случае, будет первого грунга делать ему очень больно. В одного удара хватит. Похоже, что нет. Одного попадания. Но он не попал. А теперь попал. И поскольку в пятерке мы у нас можем разделять атаки и мув, он перешагнет в другую лодку. А он может просто швырнуть. Сделает очень больно другому грунгу. Я так хотел им сам отомстить. Фух. В грунге это мерзость. Ты знаешь, что хорошо дерешься, да? Хм, я слухал пару раз. Тьфу! Мерзость. Ну что, только один остался? Да. Остался элитный вориор. Останется только один. Мьогран? А почему Мьогран не ходил? Мьогран, ты можешь выбраться и стукнуть его палкой. Я думал, Мьогран только что добил этого самого. Да, он только что добил. И сейчас он может просто выйти за свое действие, если что. За свое движение. И тут достаточная дистанция, чтобы просто подойти на 10 футов. И у него останется еще дополнительная атака древком. Да, и он может древком пнуть эту мерзость. Настолько пройти? Да. Ну да, типа того, чтобы доставать до этой мерзости. И попал. Тух. 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 Его по темечку, да? Он застрял. В любом случае не сможет дойти до грунга элитного бульера. Да. Он скажет, что я верю в вас, товарищи, на дворфийском и только Оригарну. Потому что в вас он не верит. Он только в Оригарна верит. Он только в Оригарна верит. Да. Я понял, почему пожелание попасть не помогло. Он просто не понял моего персонажа. Да, он тебя не понимает. Нет. Он понимает. Он абсолютно вас понимает. Он просто в вас не верит. Так, как я в Бога Императора. Вы лучше меня отхильте, а? У меня больше хилок нет, но зато я Регарна. Туман? Я жду тут, когда тут договорят. Твой ход, да. Все, вперед. Так. Так. То, что вот у него с глифой стоит он как-то... Нет. Не обеспечивает. Умерительно. Нет, он не будет. По-моему, сейчас. А, подожди. Снику? Снику он обеспечивает, потому что в речи его оружие. Но с рейнджиком мы слика не делается. Это не, или нет. Нет, нет, нет. Нет, нет. Как-то туман подойдет вплотную, но вот именно. Будет. Дело, дело, дело. То есть... Третья, насколько я помню. Да, я сейчас проверю. Дороги. Выходит. На ходу еще во вторую руку уберет кинжал, так сказать. Помню. Помню, что там, так сказать, в прошлый раз случилось. Ты, кажется, самый. Поставь ему тоже. Таргет в пяти футах от него. Тогда нет. Текст с этого. По хбшке. Ну ладно, это все равно не так плохо. Просто, уверяясь, не кусочек. Я себя только удалю. Так, сейчас. Сейчас я тебя поставлю обратно. Сейчас я тебя поставлю обратно. Так, тогда... Так. 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 Угу. Ну, Таггер, так как во второй руке, так... Окей. Ааа, плюс четыре. А, да. Ты еще заблесован, да, кстати. Ну, ладно, попробуем. Нет, этого не хватает. Угу. Сейчас, хотя секунду, надо проверить. А он же травит от начала. Да, этого не хватает. Он же, ты же взял вот этот нож во вторую руку. Ну, как тебя это пьешь? У меня на... На Даггер другой не было. Написано так, что я тут просто дописал теперь. В следующий раз там будет просто класс, не класс или Даггер вторичное. А это самое, зачем Даггеру наши сабли? Они как раз... С Кемитар туман взять не может. Только шорт-сходы. Почему? С Кемитар внезапно... Если ты не попал, то это? С Кемитар это Martial Weapon. Угу. Ну, увы. Это был урон ядом, что ли? Так вот, пока суд доделал и... Туман начал цапать этого элитного вориера. Самый зоб этого элитного вориера внезапно раздулся и он самый издал, самый громкий-громкий... Такой звук абсолютно резонирующий, который заставляет ваши глаза вибрировать в орбитах. Самое... Настраивает вас на такое странное состояние, когда... Ну, просто руки опускаются и ничего не хочется делать и вы, короче, все застанены. Такой звук. Короче, чтобы долбануть молотков. Что? Опять? Ну, закипнозили, что ли? Да. Засранцы, а? Да. Да. И тем временем этот самый грунк тогда... Сейчас это у нас... Он до скольки это работает? А, до конца его следующего хода. Надо визу прокачивать. Да. На фиг. Это он здесь? Да. В таком случае он этот самый... А, это было его действие, так что он потихонечку начнет от вас отпрыгивать. Ух, скотина. Я же вот так не догоню. Хоть регерна. Ты уже стоишь. Я в курсе, что я стою. Какая-то, получается, длина. Так. Ну, можно вылезти же. Я просто не вижу, есть ли... Я здесь не вижу этой... Нет возможности, но я в него постреляю на 15. И, в общем, да, он получил 3. Отлично. Так, я отсюда на берег вылезет. Да, рано или поздно. Да. Рано или поздно, да. Рано или поздно, или докуда перевезти? Ты все равно не слишком этот, потому что ты... ну, до него добегать будет очень долго. Прошу. Лучше... 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 Наверное. А дальше... Ой... Вот так... А дальше... Не вставайте прямо по его пути отступления, пожалуйста. Ну, вот так. А дальше стрелять? Я ранджак, я знаю моё дело, моё стрелять. Да, прошу прощения, я вот... я хотел ещё встать сюда, но... и... Окей, ход АКХ Анира. Остаем сюда, делаем пакость. Делай пакость. Так, это здесь. Угу. Откуда? Вначале на него надо кинуть. Сейф. Ах ты ж, ё-мое. он прокинул а это не отменяет того что пока я могу создать огонь в руку да ты можешь создать огонь я создал огонь в руку будет ходить табан табан значит он тоже выползет на сушу и скажет если вам этот товарищу нужно живой вы мне сразу скажите лучше я это в любом случае не ел это хоть и нет но и она и думаю на пожертвовать свой ход табану но за вторым копьем вы сами сбегаете говорит табан закидываю второе копье и да карнос если что так как я по нему попал у него скорость понижена тем более а ну и и и и он и мертв это важно учитывать его вначале заморозить что происходит жаба когда в ней что происходит с жабой когда ее убивают нафиг удивительно на похоже это все занял три раунда надо было больше нет ну просто вы представьте что один раунд это три секунды 66 секунды их не много они видны но не дух и так поэтому угадайте что происходит в следующий раз получаем достаточно опыта для того чтобы получить уровень вау надо гречка но логил об я думаю мы проведем уже самой на неделе то есть если никто не против мне надо как раз определить что я москвич к другому а ну вот противник еще я про да я прокинул вам их лут но среди этих ядовитых тварей вы наскребли только от силы 16 метров медиков среди них всех что-то оружие у них разве не было у них были ведь и самые кинжалы у них всех все что на них висело все отравлено да и они сами отравлены и их деньги тоже тоже отравлены 14 метров монет если вам их если вам их нужно отравленных медных монет нам нужны отравленные деньги я не уверен что нужны отравленные деньги у меня появились наконец-то разве что в отдельный мешочек их сложить и потом расплатиться ими с с кем-то неугодным у меня только пойдут ну и так это что дезинге дезинге жнутся или так сказать на вывод быстро побежать к за бонус теперь будет хорошо мой максимум кит-поинтов возрастает на мое значение как на Так, institution, то плюс 2.